Хлопайте, ладоши. Всё! Хватит, члены по ладошке бит. Держи свой член обратно. Подверну? Подверну Кирилла. Ну, если честно, это получается, что это Кирилл принёс. Ты держался это время, вот так, смотри, мой член. Ты романку полцема. Он лишь остается между вами, от тобой и стеной. Ай, членовые воины, знаешь, что в начале этот тайминг. Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дениил Лазарев. Добро пожаловать на канал, героя метагейминга. О-о-о-о. И сегодня мы продолжаем и почти заканчиваем играть в приключение по зову Ктулху, называется Пакс Ктулиана. Уже в тринадцатый раз я это говорю. Ну, не то, что мы заканчиваем уже в тринадцатый раз, а мы действительно заканчиваем, играем в Пакс Ктулиана уже в тринадцатый раз и мы идём к финалу, к политическому завершению нашего мини-кампейна. по всему. Что-то надо говорить в самых началах, я не помню. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Бусти, потому что я подписана на Бусти, подпишись. Если ты, пишите комментарии, заходите в Дискорд, потому что там перекати поле, а если вы зайдёте, то перекати поле уже как и не было. Последнее время там все это наблюдается, живость какая-то. Голосуйте. В сравнении с тем, что было. Голосуйте в голосовалке в ВКонтакте. Челлендж, заходимся в Дискорд и пишем годысти отдать. 17 сентября, но нет, голосуйте в голосовалке именно ВКонтакте за новые игры. Там очень много интересной информации, так же как и на Бусти. Очень много всего интересного, шок, контент, всё там. На Бусти у нас вообще шок и контент. Всё вместе. Не надо, не заходите туда. Да. А реверсивная психология? Не заглядывайте. В любом случае не заглядывайте на Бусти. Не надо. Я не знаю, про ли это выложено, но Женя сегодня заснял, как я мяла Кирилла. Смысль. Да нет, я этого знать не должен. Я выпишусь на Бусти. Я вас знаю. Это было как в том мере, ребят, можно я уже пойду, да? В общем, да. У нас есть ещё на Бусти и кто не знает, мало кто смотрит сейчас. Но кто не знает, у нас на Бусти много интересного. есть голосование по поводу шотов на следующий месяц. И также будет ещё кое-какие интересные штуки, о которых я бы сказал сейчас не буду, расскажу лучше на чужих. Почему? Ладно. Всё. Чё? Будем побыстрее начинать игру, потому что у нас уже 9 часов вечера. А нам нужно сегодня записать две серии, чтобы закончить всё это дело. Посему закончить часа в три ночи. Для этого быстрее начнём определяться, кто у нас эти люди, что они здесь делают и кто они будут рассказывать предысторию предысторий. Саня, кто ты? Здравствуйте. Меня зовут Джессика Вилсон. Я Александра. Отыгрывайся. Сегодня Джессика Вилсон. Да, сегодня Джессика Вилсон и Александра. В общем, молодая девушка 19 лет, которая видит разнообразные сны, которые, возможно, не просто сны, а в конечном итоге будут правдой. Очень странное представление, но окей. У меня есть младший брат Джонни Красавчик Вилсон, и я дорожу семьёй. Спасай человечество. Спасай этот мир. Всё. Всё. Кири... Фу врук. Женя. Всем привет. Я Женя. Мой персонаж Марк Иван Мунд, ветеран Королевского Валютного Корпуса Её Величества, который, в общем-то, несмотря на все свои попытки, остался живым практически до конца этой кампании. Намерен такими оставаться, потому что в конце концов это должно завершиться, и он должен сгонять в ротах рам в дедушке, выпить пару виски с дона Франческо Сарано. И наконец-то вспомнить, что в этом мире бывает что-то простое, приятное и нефтоническое. Всё. Прекрасно. Ну и... Кирилл. Здравствуйте. Меня зовут Лоренцо Сарано. Но сегодня я Кирилл, играющий за Лоренцо Сарано. Племянник Франческо Сарано, двоюродный брат Энтони Сарано. И, в общем, очень интересная семейная линия. Высокий, харизматичный, красивый молодой парень, который бродит где-то по лесам Амазонки и занимается всякими потребностями. Прекрасная история. И кто же нам расскажет о событиях предыдущего эпизода? Никто подай долгий ящик, это будет жаря. О, давайте. Закончив со всеми формальностями скорбными и не очень, немножко подлатав свой рассудок. И, наконец-то, собравшись в немного обновленной пати воедино, у Лоренцо, Джессика и Марку отправились на любезно предоставленном семьей Капоне корабле в леса Амазонии, чтобы все-таки отыскать плиту, очередную сплит в той пещере, где в свое время произошла трагедия с отцом Меган Шнейг. Добравшись до нужного города, без особенных приключений, не знаю, по реке или почему, с географией, в общем, плохо, несмотря на некоторые препятствия в виде катера береговой охраны, которая одноруговала на этом корабле контрабанду, ну, казалось бы, корабль семьи Капона, что могут пойти в общем не так. А вот вся честная компания все-таки свалила на шлюпке, добравшись до города. Причем к этой компании присоединилась внезапно достаточно небезызвестная Бениния Моралес, она же в свое время Бениния Саран, которая, скажем так, высказала Латону Франческо, довольно интересное предложение, от которого, как водится в итальянской мафии, не смог отказаться. А что это было за предложение, давайте внесем небольшую интригу и все-таки посмотрите предыдущий эпизод, потому что это действительно было неожиданно и довольно занятно. Не менее неожиданным и занятным было то, что Марко встретил старого знакомого Витаса Нерро, который появился на корабле ни откуда, исчез в никуда и успел все-таки дать Марку Ван Монду очередной загадочный совет. В городе долго ли, коротко ли, отряд искателей приключений нашел капитана Акрама, который в свое время сопровождал семью Шнайдера и их отряд в эту загадочную пещеру. А Акрам недолго, но все-таки отнекиваясь, согласился на эту авантюру во второй раз, тем не менее предупредив наших героев, что их могут дать совершенно невероятные ужасы, с которыми они могут не справиться. А могут и справиться, кто его знает. Пока что все шествуют в сторону этой пещеры. По дороге, надо сказать, практически ничего катастрофического не случилось, кроме того, что Лоренцо Сарано придушил змею в прямом понимании этого слова. Это была эпичная схватка с анакондой, с которой не без помощи внезапно меткого стрелка Джессики Уилсон, Лоренцо вышел победителем. А змея, к сожалению, теперь годится только на изделие из кожи рептилий. И, насколько я помню, эпизод закончился тем, что мы выбрались на какую-нибудь там возвышенность и увидели впереди уже пункт нашего назначения. Прекрасно. Все. Просто в контексте того, что мы все обсуждали этой игры. Прекрасно. Прекрасно. Понимаете, язык чесался. Так все и было. Мы, кстати, с тобой немножко неправильно делали автоматическую стрельбу. Да. Там, во-первых, твое количество патронов в очереди считается одна десятая. Господи, это твой навык стрельбы из автомата деленный на десять. Минимум три. Сколько стрельба из автомата? Была у Франческо? Да. Помнишь? Пятьдесят, по-моему. Пятьдесят. Ну, вот ты мог пять патронов пускать. Мы спустили шесть. Это не так страшно. Ну, по пять. Короче, пять патронов и при попадании половина пули только ранит. Ааа. Да. Они все. Ну. То есть, грубо говоря, я стреляю пятью патронами. Да. Из них попадает... Сейчас скажу. Про ты стрельбой чуть-чуть. Я бросаю на попадание всех пяти. Да? Да. Ты стреляешь на попадание очереди. Из них попадает только половина. Ранит только половина. То есть, пять. О, два. Из пяти. Или три. Ну, неважно, короче. Половина. Половина. Ну, в любом случае, сейчас никого с автоматами нет, поэтому, я думаю, это проблемически не изменит. Ладно, что? Давайте возвращаться в джунгли Амазонки. Сейчас что-нибудь включу или мне не подобавишь, еще нету блюз. Пускай будет вот это. Слышится только звуки трубы где-то из леса. Было вообще плохо, да. Окей. Давайте возвращаться в джунгли. Это была хорошая шутка. Да. Звуки трубы. Все. Сука. Вы движетесь по лесам Амазонки, пускай уже второй день. Да что там, пускай уже третий день вы уже едете. Ваш следующий день после битвы самоаписанных фондов, после придушивания звуки, он прошел без приключений совершенно. Вы прорвались сквозь леса уже какой-то чаще, то есть, капитан Акром перед вами идет, размахивает тесаком во все стороны, взрубая кусты, которые встречаются на пути, движется вперед. Видно, что он знает, куда идти, но тропинка, видимо, по которой они раньше шли, она уже подзаросла. И, перемещаясь, у вас есть о чем поговорить или мы просто в молчании шли, может быть? И если что-то есть обсудить, то давайте обсудим, пока мы не перешли к действиям. Я думаю, пытаюсь подлечить свои раны, или, может, прошу дюйсику помочь мне сделать это. Ну, потому что меня придушивая змея. Копсум. Ну, у тебя один хп залечился на следующий день? Нет? На следующий день? Да, да, да. Там… А, ну, это при… Так, медицина… Ну, если серьезная работа, то один пункт добавляем. Да. Что, помочь? Да. Первую помощь? Да. Можешь помочь мне с первой помощи. А, не с первой, а с медициной, прошу, прошу. Ну, медицину могу пить, у меня то столько же. Ну… То есть это лечить меня в течение, там, дня, ночи? Ну, пока я… Ну, хорошо, давай медицину, я прохожу. Ну… 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 Что ты сделаешь такое с тобой гадкое. Может, зайдем к аборигену уже далеко? Ну, может быть, акрам взял что-нибудь с собой. Хорошо. Пускай, ладно. Эта проверка медицины будет… Пускай акрам с собой что-нибудь взял, но следующее будет у тебя делать с помехами, потому что ты потерял свои медприборы. Ну… А купить в лесах Амазонки, извините, здесь негде. Ну, анакондо… 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 Может, анакондо… Проглотила врача… У дикари. У дикари, конечно, есть, там, и бинт, и… Какие-нибудь… Лапу. Мназюки, безусловно. Бинт лапу. Да, есть… Скальпель есть. Операционный стол. На всякий случай, мало ли. Даже дикари они такие. Ладно. В общем, вы… Анна тебя обматывает какие-нибудь, которые акрам дал ей эти самые приборы, там, бинты какую-нибудь херню, обмазывает тебя с ноги головой, и ты чувствуешь себя по-лучшему. Ты… Выбросила успех, да? А, кстати, на медицину, да? Я кидала? Да. Успех. У меня успех, да. Кидай-ка 6, 1-ка 3, короче, кидай. О, хорошо. Три. Неплохо. Ну, вообще, ладно. Она тебе, может, сделала автомизирующий массаж. И наутр ты чувствовал себя уже, ну, бодрячком. Может быть, еще денек так прихрамывал, да? Ножка так зудила, но тем не менее… На следующий день, в каждом 3-й день, довольно чувствовал себя как бодренький, как… Комары, может быть, обсосалились все. Ты обмазалась козьим говном, я помню, и поэтому не трогали. Остальные, пожалуй… Остальные, пожалуй, да, искусственные камеры не нормально так. Я обмазалась с этим рептамидином. Я бы по дороге, если что-то обсудить можно, я бы хотел обратиться только к Лоренцо. Пожалуйста. Ну, пробираюсь там через очередные какие-то заросли, я, наверное, так отдвигаю особо назойливую ляму в сторону, сбрасываю какую-то живность мелкую… Лоренцо, я должен… Ой, меня интересует, пожалуй, только одно. Если мы с таким опытным провожатым, как капитан, претерпевая здесь такие трудности и лишения, как может ваша родственница быть настолько уверена, что она достигнет функционального значения в одиночку? Ну, я бы особо не стал удивляться. Семен Сарана всегда славила своей эксцентричностью. Это я успел заметить. Да, ну, я думаю, что… Возможно, у нее здесь уже есть люди. Эксцентричность и большое количество связей. А вот основное, чем пользуются Сарана. Что ж, надеюсь, что мы увидим ее в добром здравии. Я тоже надеюсь. Я подвигаю какую-то очередную ляму. Ну, в принципе, мне больше, по большому счету, абсолютно ничего. Хорошо. Вы движетесь дальше, прорубаясь сквозь джунгли. Может быть, на горизонте вы приметили на одном из подъемов на гору. Вы приметили, что на горизонте начинает собираться тучи. И, судя по всему, ливень близится. А тропические ливни, вы сами понимаете, что это такое. Поэтому Акром посмотрел, он сказал, что надо тропиться. И он прибавил хода. Вы движетесь вперед. Может быть, под вечер уже. Пускай будет у нас второй день. Под вечер второго дня, двигаясь, прорваясь сквозь джунгли, начинает накрапывать дождик. Акром говорит, это хреново. Тропические ливни – это очень опасная штука. Нужно найти укрытие сейчас же. Я слышал про тропические ливни. Капитан, у вас есть идеи? Давайте прокинем с вами выживание. Можно сделать, чтобы кто-то кидал один, но с двумя помощными кубиками. Ну, если у кого-то есть выживание, я готова уступить. Потому что у меня базовая. Если у кого-то есть выживание, я готова уступить. А господин Акром, у вас есть выживание? Ну, господин Акром, он такой, ааа, неплохо. Я плохо себя чувствую, выживайте сами. Какая возница? Выживайте сами. Давайте я киму. Давайте для троих. Не, ну, с тремя бонусами. С двумя бонусами. Или как? Или как? Один с двумя бонусами кубиками. С тремя? С тремя. Максимум кубиков, может быть, три. Двумя двумя. Ну, я говорю. Ну, я не знаю, конечно, куда он заведет это предприятие. То есть актем нам не помогает? Максимум может быть три кубика с суток. Ну, добавлю шесть. Удачи. Окей. Так здесь уже десять у тебя. Ну, десять и шесть. Шестнадцать. У меня десять базов. Ааа, окей. Да. Ты галочку не ставишь, потому что удачи добавили. Вы начинаете копошиться в лесах. И спустя какое-то время, может быть, находите небольшой небольшой утес. Скажем так. Небольшую такая гора, которая навышается. Совсем небольшая. Метров пять на высоту. Она навышается над какой-нибудь поляной лесной. Где, вот видите, небольшой ручок может течет. И кругом идти все леса. И вы видите, что она вот прям навесом таким неплохим. Вы туда забиваетесь. Может быть, ставите с помощью акра, мы с вами вместе нарубая там веток. Вы ставите какую-нибудь небольшую ограду, чтобы на вообще к вам звери не подходили. И накрывшись этим чудом, вы чувствуете дождь. Начинает капать по деревьям, по парлам. Начинает падать сверху это вот, собственно говоря, обрывы. Вы ставите, разбиваете костер и, собственно говоря, готовитесь проводить ночь в этом месте. Вы также остаетесь на дежурстве. Знаете, кто из вас на каком, в каком времени будет находиться? Я бы... Я бы предпочел первую. Но праздник. Окей. Я... А я первым был Лоран. В прошлый раз я, по-моему, был как-то старый. Но я был слегка подпит. Да, вот. Я говорю, что и все. С вином однозначно нужно заканчивать ее. Смотри. Вливаю остаточку. Мы бы могли выпить за вашу удачу. Ладно, но... В прошлый раз... Выпивка повредима нашей удачей. Смирно там. Тут склонен согласиться. Ладно, в таком случае... Я могу поддохнуть. Я сажусь. Я сажусь. Гостерка. А как он говорит, когда разбудишь меня, как что-то? Хорошо. Сейчас три. Ну, первый, второй, третий. Первый, второй, третий. А теперь отдыхай. Ну, я сажусь, закуриваю тонку. Окей. Спустя некоторое время все храпят глубитым сном. Во-первых, тут один ты сидишь, смотришь на дождь. Он как ш-ш-ш! Клю-то поливает. Но мог бы и сильнее на самом деле поливать. Аквир Бельсинов сказал, что это еще нам повезло, что дождь не такой сильный, как мог бы быть. Дождь стеной льется, ты сидишь, смотришь куда-то вдаль, ну шобылом. Давай так. Прокими внимание сейчас. Внимание и слух, пожалуй. Чрезвычайный успех по вниманию. в таком случае в шуме дождя, что там дождь, там была помеха, поэтому неважно, в таком случае под шумом дождя ты сидишь, смотришь вдаль, ну куда вдаль, на ближайшие деревья, и буквально на мгновение, наверное, тебе показалось, как в черном зареве воды, который перед тобой бинтом между идеев, что-то прошмыгнул, темную культуру прошмыгнул, ты думаешь, ну, показалось, хотя с другой стороны ты уже видел темные фигуры, тебе показалось, что показалось ни разу, может тебе это насторожило, скажи, что делаешь? Я начинаю размышлять, ну, скорее всего, даже в этой серии дождя они уже могли увидеть наш костер, я берем от моей трубки, и, в общем-то, скрываться бессмысленно, поэтому, да, наверное, я ничего не делаю, я просто, ну, осторожно, вот эту трубку, вот доехаю, ладно, что, на готове, если что, достаю свой пасторед, достаю, и, ну, я бы хотел, не выходя из нашей от ограды, просто немного, ну, вот, просунуться между этими нашими, там, путями, которыми мы видели, сказали, и приглядеться. Хорошо. Ты выладившись, раздвигаешь, может быть, на месте пальмы, которые вы повесили? Ну, осторожно, да. Осторожно, да. Ты видишь, как вокруг лес, который заливает все дождем, крупными каплями, и приглядевшись, ты видишь, как между деревьями снова еще несколько фигур, причем ты видишь отчетливо, что это фигуры человеческие, они набегают мимо, беззвучно, я передвигаю обратно лес пальмы, и, наверное, хочу разбудить капитана. Во-первых, мы увидим последующие. Хорошо, ты подходишь к капитану, может быть, кто вообще заблужден, ну, что, да? Тихо, Капитан. Что случилось? Кажется, там кто-то есть. Ты уверен? Там лимень такой, может, животное? Нет, я уверен. Я видел кого-то еще на первом бежуке, первую ночь, когда они оставались. Похоже, похоже на, да, нет, скорее всего, это просто обычные люди, может быть, аборигены. Это, по-моему, видел? Радуэл. Когда он вышел к речке записывать, он тянул фигуру. А, точно. У меня рассказал. Рассказал. Ладно, рассказ. Хорошо, то, что видел, у вас. Он поднимается на локтя, говорит, это дюлли давит на психику людей, там, может быть, галлюцинации, где это. Можешь внимание, лжи спать, все нормально. У нас огонь, звери к нам не подойдут. В лесу аборигены в такую погоду сидят в своих палатках, не выходят. Тебе кажется? Необычайно. Я смотрю, ну, что ты пора, вы, вы говорите, я ложился, а там уже время вашего. А, ну, ты ждешь, дедулишь. Ну, еще чай, всегда мне поспать. Я, хорошо, как договорились. Я сажусь, ну, отстаю от капитана еще на час, успит, в принципе. Я сажусь, наверное, я не буду садиться прямо у костра, я хочу как-то подыскать какую-то точку для обзора. Ну, как сказать, чуть в стороне от центра, убить его сбоку, вот эти наши листья будут перестроиться, вот, там, осторожно там отодвинуть или оторвать один листик, и просто, не выпуская вдруг оружие, вот, я беру свой пистолет, пол от рукоятки меня успокаивает, и я просто смотрю, не поймает, но я еще не буду. Хорошо. Ты сидишь, смотришь, ну, дождь в лес, приглядываясь каждому шоропу, ничего не происходит. Все так же шевелятся листья, все так же болтаются, ветки, настеленные вами на эту пещеру, ветер слегка колышет листву, и этот шумер опять перестающий вокруг раздается. Минут 10-15 сидишь, уже начинаешь уже успокоился, уже сидишь, просто думаешь о своем, и ты видишь снова эти фигуры, они снова пробегают в той же траектории. Но в этот раз, пускай так, ты видишь, что ты вывел свой чрезвычайный успех, поэтому ты видишь, как эти фигуры пробегают чуть дальше, попадают в, ну, не знаю, отбили костра или типа того, и ты видишь, что это фигуры в военной одежде. Они пробегают штук пять, они пробегают куда-то дальше в лес. Ну, они не пробегают, ну, не приближаются к нам, то есть они носятся где-то вдалеке. Я сижу, смотрю за этим опять позаботу про суммы покоя, и мне борются два противоречия. Мне, конечно, хочется высунуться и посмотреть, что там такое. Но не слишком разумно делать это в одиночку. Нет, я, наверное, остаюсь сидеть. Сон у меня, пожалуй, совсем улетучился, я продолжаю сидеть, смотреть. Ну и сижу, жду, собственно, пока я разбужу кэп, и у меня будет еще одна заемка. После этого происшествия проходит время, твое лежит без приключения, ты не видишь никого больше. Добегающего мимо. Да. На котором выступая нужный час, ты будешь капитаном, да? Да. Он стоит, наконец, это время настало. Ложусь я, подержу руку. Я, ну, киваю капитану, ложусь на свое место, но, во-первых, не убираю своего пистолет, а во-вторых, я решил эту ночь мне спать. Я лежу, ну, там, не знаю, прикрывшись чем-нибудь, как, например, одежду взяли, чем-нибудь, вот, и поглядываю за тем, что будет делать тебе. Если не будешь спать, то у тебя следующий день будет, будет, будет делать проверка выносливости, если ты провалишь, то тебя будет пометено весь день. Ну, ничего, сразу. Ты сидишь, держась себя, пытаясь держаться от вас на, давай сейчас сделаем проверку выносливости, да, если ты ее пройдешь, то ты не будешь спать, и в случае, я уже сказал, у тебя будет помехи, но, если ты провалишь ее сейчас, тогда ты уснуешь. А, ладно. Ну, я ее провалю. В таком случае, спустя какое-то время, ты свелишь за капитана, видишь, что он так же сидит под шум дождя, если можно дождаться вдаль, время от времени, подкидывая дрова в костер, чтобы он не потух. Ну, спустя время ты понимаешь, что это все, знаешь, монотонное звучание костра и дождя, оно тебе в боюке, ты тем более устал, сколько шли, и поэтому вырубаешься. О, вырубаешься. Ну, не получилось. Да. И, наверное, пускай будет так. Капитан, будет тебя, ты садишься на джунгер, уже где-то под утро, ну, тем не менее, еще темно, дико ночью, он может заспать, ты сидишь на дежурстве, и, наверное, вас всех в один момент, уже где-то, когда начинает слегка светать, будет женский крик. Вы слышите, как женский крик разносится под джунгером, причем недалеко от вас, в данный момент уже немного, не то, что успокоился, оно все еще идет, но не так интенсивно и слышно действительно крики, снаружи шумы какие-то, вы слышите, как женский крик какой-то поблизости. Капитан, он подскакивает, ты первый, он смотрит на тебя, ты сидишь в этом самом, недалеко от костра, тоже всегда слышу, вы все, наверное, открываете глаза, или давайте, мы сейчас с вами, хотя, думаю, в любом случае, ты вдруг разбудили, поэтому не на ночь покидывай, поэтому вы все проснулись. Понятно, что? Что случилось? Это, это из джунглей, нужно посмотреть. Стой, 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 это может быть ловушка. Ловушка? Кого ловушка? Джунгли опасное место, они могут обманывать. Капитан, кажется, то, что я видел, ну, я вмешиваю сразу же разговор, кажется, то, что я видел, все-таки не лишено материальных оснований, вы находитесь? Ну, я быстро, чтобы не тратить время, пересказываю, что я видел фигуры в военной форме, которые там... Я вам говорю, я здесь часто бываю, это неправда, это ловушка, джунгли любят играть с разумом вашим, блин, то, что мы сейчас слышим, может быть, скрипом дерева, может быть, какая-нибудь птица пролетела, не обращайте на это внимание, нам опасно выходить джунгли, тем более, пока еще не расцвело. Я... Вы снова слышите крик. Уже более 30 лет. Это, я хочу понять, мне знаком этот крик, это может быть, ну, условно, крик Беатричи? Давай попробуем, давай попробуем, давай прикинем... Бенение Беатричи. Давай прикинем с тобой, блин, сколько будет интеллект? Интеллект? Да. Хорошо. Я говорю, пока он думает, что... Да, прохожу. Не важно, что там, наша миссия важнее. Безусловно, Джессика, но если кто-то попал в беду неподалеку от нашего лагеря... Если... Акрам говорит... Как? Акрам. Как? Капитан. Капитан, если капитан... Ну все, он Джейсон. Если... Капитан говорит, что это может быть опасно, то я думаю, что нам стоит остаться здесь. Для меня нет то, чем доверяет капитану. Я смотрю, наверное, в этот момент на Лоренцо. Ну, я в этот момент, возможно, слышу крик, я такой, это точно Беатричи. Я помню, как она орала на Франческо, когда я был маленький. Бенение. Я Бенение. Почему я все время говорю Беатричи? Не знаю. Может быть, ты в детстве называл Беатричи? Я в детстве ее так называл. Беатричи. Как моя прабабушка. Беатричи Бенение. Саранов и Лоренцо. Там ли руки летят, изоторванные из кустов. В общем, слишком много болтали. Я бегу. Я давал вам договорить. Я вырываюсь вперед. Ты срываешься с места, слышишь себя спиной. Нет, стой, придурок! И выбегаешь из этого. Он убегает, вот так выбегает. Не выходите! Отпускать одного. Оставайтесь здесь. Я не хочу отпускать одного капитана. Он может быть уже обречен. Оставайтесь здесь. Если не хотите продолжить вашу миссию, оставайтесь здесь. Я найду его. И он немедленно встает, берет мачете, берет ружье, которое у него с собой было. Ну, в ружье пускай пистолет. Я вернусь. И он выходит на улице под дождь. Я ему даю фонарь. Да, он дает с собой фонарь. Да. И говорю, если что случится, два... Два. Два. Как называется? Скажите мне. Сигнала. Два сигнала. Ну да, два... Хорошо, он берет фонарик и убегает. Слишком долго у нас акшн-сцена. Я бегу по лесу. Да, ты... Б... Бени... Бега... Без тебя кричит. Господи, откуда это Беатриса? Хорошо. Ты бежишь по лесу, и ты, наверное, тебе кажется, что ты бежишь, наверное, минут 20, наверное. На самом деле, ты не далеко пробежал, небольшое расстояние. Просто вот эти все угробы, все кусты, которые ты оббегал, а браки, которые ты падал. Ты весь валялся в грязи, так или иначе. и спустя несколько мучительных минут и бежишь на крике и ты выбегаешь на небольшую поляну ты видишь он такой горб земли здесь видишь черное небо дождливого дождь поливает или видишь как на этот пригорок с обратной стороны поднимается пять человек тысячи темные фигуры с накидом может свечи фонариком а ты взял свой фонарик но он у меня вообще записан зажигалка зип походный набор провисит того сюда не весь у меня не весь мужа просто выглядел вряд ли скотив собой но у меня он и так не весь 6 6 из 31 нас в таком случае до тех фонарик может привязан был небольшой ты берешь в руки и он светит когда ты его заводишь включается освещает полянку сверишь сразу туда и как только наводишь лучше фонаря на эти фигуры ты веришь что во первых лучших фонаря попадают фигуры действительно военной форме военной форме что-то тебе кажется в них стран просто не твой фонарь мигать и отключается снова заводишь его снова наводишь ты видишь этих выгружена на этом на это поляне не осматривайся по странам братьевстве видишь что они стоят позади тебя и ты видишь что эти фигуры они у одного нет челюсти у одного пробит другого пробитый глаза у третьего оторвана рука он стоит со шметками мяса уже гнилого мяса торчащего висящего снизу четвертого упорно все это оторвана бочина или видишь что самое странное у нее у всех вот здесь на затылке на шее если разорвана плоть разорвана плоть и куски позвоночника торчат и голову голову не как странно держится на странно держится пока на их шею они стоят смотрят или сахар делают привыкли на рассуды сначала 21 из 38 каждый день нет 1 в любом случае теряешь ты смотришь дать отшатываешься назад несколько шагов посвящая их фонарикам все так же мигают и ты слышишь откуда такой такой знаешь протяжный сиплый такой голос лоренцо ты видишь они расступаются и навстречу выходят ну ты видел наверное фернандо да когда ты видишь фернандо у него нет щеки ты видишь челюсть выступает у него из разложившихся щеки ты видишь кузен кузен фернандо лоренцо уходи отсюда франческо твой отец предупреждал меня но тебе нечего здесь делать я должен я обещал я клялся франческо ты в опасности лоренцо раскрываться и вы слышишь крик позади себя 5 женские беатричи ты наверно машинально оборачиваясь и приносит согласно ты видишь что их там уже нет этих солдат но доверишь как из этого пригорка убегает женщина действительно бежит держа при себе свой саквояж с криками мчится поднимается наборку на грязь у страна видит себя и бежит к тебе принять нам нужно уходить ты видишь как из-за горы за ней выползает огромная мохнатая тварь с восьми лапами напоминающие очень сильно напоминающих гигантского паука ну и сразу процент раз безусловно 45 нет не прохожу таком случае чуть-чуть таком случае 3 и движка этот вариант ползет и двери что у нее на спине болтается обмотанные паутины как раз таки очень похоже на паутин обмотанное тело движение бежит в сторону ползет за ней прямо на пригорку и довольно таки шустро ползет поэтому что ты делаешь довольно шустро ползет при горку но я во-первых беру на встречу бени чтобы помочь и несмотря на весь страх и ужас единственное что могу предпринять этот момент это сделать выстрел в эту тварь то есть может я не уверен что я не убью и ее но я хочу хотя бы попробовать затормозить и позже целую сторону лапы давай сделаем с тобой следующие проверки во-первых ты сделаешь проверку ловкости чтобы приближать в дни и ее как бы сопроводить во-вторых ты сделаешь проверку в стрельбы собственно говоря но это сделаешь ее уже с помехой с штрафным кубиком хорошо так первое это ловкость 16 это трудный успех хорош и 2 я делаю с помехой с одной помешанным кубиком использую стрельбу да 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 ну я добавляю одну удачу это обычный обычный успех окей один сразу взяла на происходит следующее ты подбегаешь где не хватаешь его под руку начинаете убегать в этом ты поворачиваешь сидел выстрел в сторону полка ты видишь как вы патроны попадает в него прям узи как взевается на месте в свете до зума не там что струбой что левать речка кого в блестяющего в дожде фигуру на пришлюшку в драги вата сажер шаги в сторону момента вещь как искусство куда прибежал свет фонарика любит капитан будет быстрее стрелять по этой твари пока вы сгни не убегаете оттуда ты учишь сторону вашего лагеря в этом минуте что выстрелы позади себя вы сквозь шум дождя и сквозь лес и лесную чащу не слышите ничего давайте прохожу слух ну давайте слух со штрафным кубиком а это я прохожу у меня 43 48 издалека вы стуки выстрел чем ты понимаешь у меня говорю об этом марку и марку боюсь что я ничего не слышу да и уверен черт если идти куда-то то только вместе мне не хотелось бы оставлять тебя здесь я смотрю в ту сторону откуда доносился быстро там лес дождь чаще не видно ну я никуда не иду остается на месте я останусь здесь на если что могу оси тебя если ты хочешь но уберись я еще не вернусь я несколько секунд колеблюсь потом молча киваю и дальше куда-нибудь в сторону от костра даже если тут найдешь наш лагер раньше тебя бы не сразу заметили перехватываю свой фонарик пистолет я в принципе лежал где-то по близости настой пистолет и да и мне знаешь что с тобой все в порядке ты выходишь на улицу под дождь и в этот момент как раз выбегает из кустов лоренция вместе с бенинью а я только шарм лордом мэр лоренция что закрутилось и то и то я скажу позже это какая-то тварь где капитан я отдаю обвинение капитан я вернусь за капитану за капитаном он пытается задержать эту тварь я отдаю спокойно я ну наверное так беру меня под руку провожаю ее в сторону нашего лагеря далеко я выйти не успел я кричу джессика позаботься о леди а мы с лоренци я думаю отправимся на помощь капитану я беру тебя за плечо лоренция спокойно где ты где-то последний раз видел его там на пригорке возле пригорка в этот момент вы слышите как с того места куда приближал лоренци там чушание кустов что ломающиеся ветки это не погрязи мы затаились направили туда оружие естественно и через несколько секунд оттуда вываливается капитан он вываливается но за капитана пещеру он падает я потерял фонарик направляет пистолет в сторону откуда он приполз и сидит и лежит смотрит туда вы должны я не выпускаю пистолета из рук просто не спрашиваю я достаю вторую вы сидите замерлены в таком положении смотрите в ту чаще откуда выпал с капитаном дождь поливает но за капитаном ничего уже не следует спустя минуты вы понимаете что никого нет все отстали капитан пускает оружие я говорил я говорил мы не могли бросить я поворачиваюсь к бенини мы не могли бросить бенини и спасибо спасибо вам леди спасибо я хотел узнать как вам вообще удалось продержаться я была с провожатым и где жил она все мокрая все в грязи вот эта тварь она его забрала и ее прям трусит я никогда не думал что есть в джунглях настолько большие пауки капитан садится ты еще не такой не такой ну капитан надо сказать что все таки мы были правы этот трик я все таки не был безусловно был ловушкой но все таки не был обманом слуха поэтому вы совершили отважный поступок оба я смотрю это не последний поступок который нам всем придется совершить по всему в этом походе я смотрю на все я видел еще кое-что до того как встретить Бениньо а ну я не слышал еще рассказов про этих людей я видел на прошлом привале видел какие-то тени но сегодня сейчас я видел военных людей в военной форме и один из них это мой кузен Фернандо погибший на войне я тоже видел Фернандо тоже я не знаю как выглядит ваш кузен но я определенно видел людей в военной форме правда я полагал что это путешественники или что-то вроде того они были все изуродованы и спины у них что-то торчало это это были ожившие мертвецы они они были мертвы их плоть была мертва но они говорили и Фернандо сказал мне убегать это духи джунглей я накрываю не знаю каким-нибудь пледом Бениньо она сидит скорее всего около костра и говорю что вы мисс Бениньо вам пора рассказать что вы закончили дьявол конечно ну ладно делали ну хорошо мы продолжим она сидит у костра как ощущение приятные она сидит у костра да еще и трусит она сидит смотрит в костер да что простите вам пора рассказать что вы делали там я я я ищу своего сына Фернандо он пропал в этих джунглях много лет назад я ищу его мы его слышим я встретил его где где ты его встретил перед тем как вы выбежали на тот пригорок он был и тут же пропал где это было где это было успокойтесь у пригорка леди о чем бы вы ни думали остановитесь я должна вы не понимаете я должна он появляется и исчезает тут ступая таком успокойтесь вы оба это не это не был ваш сын это не был твой кузен это духи леса джунги часто показывают людям то что они хотят увидеть эти джунги амазонки они амазонки они не простые фух я думаю капитан что кто-то из нас хотел бы увидеть ту мерзкую тварь которую описано но тем не менее судя по тому что я видел то что напало на вас нам и на тебя почти это была не она да я привык доверять опытным поводникам капитан и вы не исключение что мы будем делать дальше кстати запиши себе потери рассудка сколько ты потерял этого паука покажи запиши просто паук а ну да я потом скажу как он называется по-моему что мы будем делать дальше дальше мы будем спать ночью не закончена мы отдохнем встанем с первыми лучами солнца надеясь дочь скрубанится хотя бы немного и отправимся дальше если вы еще хотели завершить свою миссию если нет мы вернем обратно нам некуда отступать чудесно боюсь что выхода уже нет юная леди совершил направо поклялся франческо в линейне сидит я хотел краски я должна найти Фернандо леди вы не будете возражать против нашей компании боюсь потеряв своего проводника большие тени низкие опасности а как бы что ж в таком случае кто нас дежурил у нас осталось спать полтора часа ты засидишь или тебя подменять я уже точно не заснул глаза не смогу сон тем более я уже выспался поэтому никаких игромеханических проблем не нужно в таком случае все отдыхаем утром встаем через полтора часа отстаем отправляемся дальше постараемся ускорить темп и собственно сам ложится бенене еще какое-то время сидит может быть ей дали выпить что-нибудь она сидит у костерпом все вылили а ну да акрами дают свою фляжечку да ее это спасает она ложится спать со временем вы тоже укладываете я вообще хотел к бенене обратиться надо пожалуйста ну причем обратиться приватно хорошо она может быть ложится где-нибудь в уголку чтобы подальше от вас не потому что шок но ты к ней в данный момент подходишь я подхожу наверное просто ну так нейтральным видом пересаживаюсь рядом застаю трубку вы не возражаете радионная я постоянно курил свои сигары я некоторое время сосредоточимо раскуриваю трубку и обращаюсь к бенене таким ну максимально спокойным мягким голосом чтобы она ни в коем случае не почувствовала какой-то угрозы и прочее леди я не понижаю голову даже чтобы логаться не желательно безусловно я хотел бы задать вам один вопрос на который вы вольны не отвечать но тем не менее поскольку нам было честь сопровождать вас в безусловно важном для вас путешествии я хотел бы сделать это сразу без окилок у нее саквояж остался да я киваю на ее саквояж он прям держит его прямо в себя не протягиваю руки просто поднимаю что вы несете с собой это мои личные вещи я нагибаю ухом просто вставляю руку в сторону леди леди не мне говорить вам что делать мы с вами знакомы не так давно и недостаточно прочно но что бы вы не задумали сделать с помощью того что у вас находится в вашем саквояж умоляю вас заклиная вас к тему что вы верите не делайте этого у меня есть я может быть он хоть что-то сказать я перебиваю и продолжаю у меня есть причина полагать что это может подлить за собой страшную опасность и об этом мне сказал человек который несмотря на свою загадочность еще никогда не давал нам должных советов я просто отстраняюсь от нее да ты лично сначала недоумение потом даже немного злобу меня никто не остановит от возвращения моего сына вы не представляете через что я прошла вы не представляете что я видела и что это может сделать леди я не представляю и более того я даже не хочу представлять потому что я сам и я киваю на спящих господин прошли через не меньше термии но повторюсь у меня нет причин не доверять тому кто дал мне этот совет она выкладывается немножко к тебе мне все равно кто вам что сказал я верну своего сына чего бы мне это не стоило даже если придется пройти все эти джунды самой и она отворачивается к стене и дает ну я отхожу наверно в сторону допуриваю трубку выпиваю и ловлю я хотел этот разговор попробовать подслушивать пока я я думаю что они там не прятались их было видно нет я не скрывался мне интересно было подслушать этот разговор и это успех говорил не громко но не скрывался хорошо ты слышишь слышал этот разговор ну я не подаю вида меня тоже напрягает все эти ситуации хорошо тяжело хорошо вы засыпаете ты сидишь на дежурстве ааа неважно так когда подходит время всех будить ты слышишь что дождь на улице ну затих прекратился ты наверно всех начинаешь будить вы собираете вещи листва загорали все еще солнце слабо проникает сквозь тучи к вам в ваше обиталище потому как ааа вы устой повесили ветки скажем так чтобы дождь вам не выпадал и ветер поэтому вы собираете свои вещи собираете пожитки берете портфель одеваете рюкзаки раздвигаете листья пальмы вы видите что перед вашей пещерой где вы затаились стоит человек двадцать аборигенов они все вы видите что они все ну по пояс голые на них из листьев деревьев вот эти платья модные с ними шортики какие-то обмотки на них с каким-то небольшим правильским мешками на боку они все измазаны каких-то этих малюков каких-то белых красных разных цветах с копьями с луками и если что в глаза кидается что у них у всех поголовно бледные глаза бледные зрачки акром спокойно я с ними поговорю он выходит что там бла 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 к нему подходит один за аборигеном что там бла 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 абориген один кивает и они все все толпы начинают идти куда-то в джунгли он поворачит к вам говорит они нас проведут пойдемте а ваш талант дипломата и татан это неч я давно знаком с этим временем не будем терять времени ну и я думаю и вы идете до него вы с самого утра ваш поход длится казалось бы гречность вы идете вы видите гору гору которая вам нужно идти сдалека но ваш поход длится несколько часов вы чувствуете что она не приближается ни хрена и потом углубляясь джунгли над вами нависают все эти деревья мощные везьяна вокруг скачутся дела джунгли просыпаются от сна и от этого вот тайфуна что прошел ночью и сейчас вы идете внеся под собой грязь и немножко ощущаем свежесть наконец-таки но тем не менее вы видите как тучно и тучно расползаться и жара снова давит на вас учитывая что вы еще под лесной полосой начинается парилка и дикая жара такая мерзкая мерзкая наступает и вы идете по всей этой херме и спустя какое-то время вы поднимаетесь на небольшой пригород где ветер прям спасающий ветер обдувает вас и кое-как вас немножко освежает и вы видите что гора буквально перед вами акром стоит смотрит наконец-то дошли еще пару часов мы на месте нам вон туда еще пару часов капитан наверное отсюда вы видите как действительно а гора вся заросла землю там деревья распространяются до самой вершины только если что вершина голая и вы видите где-то между деревьями вы видите доходится огромная ну относительно большого размера пещера ее видно отсюда с пару километров отсюда видно что она где она находится вы видите этот вход в пещеру прям такой а вот в пещеру к нему подходит в пещеру дружок к ним подходит этот бандин из баригенов они не высокого роста все сами при себе один из кто-то старше видимо подходят что там ааа ааа кивая друг к другу и баригены собственно сидел поя от вас отстают тут уходит в леса ага бороться к вам странно сказали а еще просто как-то странно общался со мной а с рачками это ну насколько я их сколько знаю не всегда так было это племенное то ли проклятие как они говорят то ли особенность развития организма может может неплохо я не знаю пойдемте что уж стоять и собственно говоря он идет туда в сторону пещеры если есть что обсудить можете обсудить если нет мы идем к пещере у меня нет только если у спутников что там я так понимаю что ту тварь что мы видели это уменьшенная версия того что нас может ждать там так вам спрашиваешь да акром говорит я могу сказать точно что вот это то что видел да оно в разы меньше не знаю копия не копия но то что я не видел полностью то самое создание которое скрывается где-то там но размеры да есть ли шанс что мы сможем зайти взять то что нам нужно и выйти я очень надеюсь у меня в прошлый раз не получилось это это же пауки да а как как видят пауки может мы сможем как-то замаскироваться у меня не была возможности разглядеть и пообщаться с этими пауками лицом к лицу чтобы понять что это за тварь по крайней мере с этими насекомыми если это насекомые конечно может они видят так же как насекомые тепло там или что-то такое измажем всегда яйца я ведь понимаю как видеть насекомых я знаю какие яды какие травы нужно пить если тебя укусило какой-нибудь таран повлекает какая-нибудь тварина в лесу и какую у меня есть с собой несколько но есть такие пауки которые когда тебя садут тебе вы не спастись благо вы не наткнулись на одну такую я хотел бы у него выяснить что за травы нужно пить что за травы нужно пить не надо в случае если меня укусит в каком-нибудь ядовиде корана хорошо он получит тебе что-нибудь такое какой-нибудь лекции читай по ядовиде сок по дороге записываю ручку свою измокшую ну давай так ты можешь попробовать у него научиться я там не знаю если я не знаю есть что-нибудь подобное это не медицина может наука ну давай наука да наука что биология какая-нибудь ну да давай а в этом плане ну давай так напиши там пускай это будет ну яды да яды типа там просто ядовиде химикаты и яды гербеон и прокинь сейчас давай так сделай мне проверку образования это экспертный супер успех шесть чрезвычайный чрезвычайный успех образование мне никак не включить не ставится нет нет давай так хорошо ты кинь себе в коксе если ты можешь себе процентов изучить за несколько часов давай кинь К3 К3 3 хорош 3 процента ты себе поэтому делал прибавляю то есть у меня был 0,1 теперь 4 да спустя действительно часа 2 вы очень устали поднимаясь по этой горе порядком измотаны но тем не менее вы поднимаете давайте вынослим поднявшись на поднявшись вдоль этих лесов какая-то самая пещера она отрывается перед вами свой черный зев но вы поднявшись наверх немножко отдышавшись но тем не менее вы стоите более-менее в адекватном состоянии еще проиграл что за несчастную дни у меня есть это нормально все у нее 13 я думаю она прошла то же самое и вы стоите перед пещерой которая собственно говоря тьмой своей ничем беспросветной смотрит сейчас на вас вы смотрите на нее она смотрит на вас ну что говорит так если будут какие-то советы капитан то мы все внимание советы можно было давать пока мы не начали сюда идти а теперь уже когда-то поздно что-то делать заготовьте оружие на всякий случай я вам что застаю я думаю может быть стоит нам как-то идти потише если там вдруг что-то спит да только вы знаете конечную точку в котором это дело что я не знаю конечной точки ну скажем так только вы были к ней ближе чем любую из нас поэтому мы слушаемся нас очень большая разветвление пещера насколько я знаю пещера довольно таки скажем так рельса нам мы не находили никаких ответвлений нас будет только вперед и вниз я наверное совет оставить больше сейчас вещей здесь если бы только что самое необходимое на случай становится резко ретироваться беру вооружение наружу у бени есть фонарик нет ну пускай у нее был саквояж что-то не посудула чем на ней ну если она вдруг будет стрелять то у нее 70 стрельба больше чем у меня я беру из походного набора какой-нибудь пирочинный ну или не пирочинный охотничий ножик что-нибудь такое походный давай проверим хорошо половину у меня охотного набора узнаем есть ли в этой половине потом я проброшу на кофемашину я же яхтарьянин самое время удачу да ну значит нет особо ножа я хотел давай кинем в убеждение в умаливание в умаливание где убеждение на у а вот нашел вот так бы сразуы да фи с все взяли я пожалуй беру их с собой только оружие и фонарик не больше ну что я возьму хорошо я оружие с собой беру фонарик у меня нет плеурый с акварч �ento его можно поставить нет ваше дело не он включает фонарик ну в путь и он теперь шагается пещеру у меня получается если играть она может так спросить все играли из нас здесь он не играл не играл что они выполняли то что надо было смотреть так случается в общем вы не поступаете в пещеру и начинаете по ней перемещаться 1 может быть метров пятьдесят метров двадцать наверно ничего не совершенно не не встретилась вам на пути может какие-то знаете может где-то паутину в слишком густую заветели деньги в углу и еще типа того но как бы ничего обычно необычного может очень толпы вылетели на встречу но оглубляясь ниже начали замечать по сторонам что паутины стало больше и спустя время на каждой стене было паутины причем довольно густо выплетены и где-то в этих паутинах вы сначала видели эти остатки или очень мыши и тех же самых там остатки каких-нибудь или лисичек или какой-то такой живности позже и начали находить остатки зверей покрупнее мы может быть нашли остатки где-нибудь даже комить волка остатки еще каких-то зверей какой большой птицик застрявший в паутине обмотанный так на скорую руку грубо говоря то есть трупы они просто стрели в паутине не обмотан ну вот тем не менее спускались дальше ниже вкус значит стал стал быть практически пологий начали пускаться вниз было становится темно ваши фонари освещают теме вокруг вас спустя время вы спускаетесь пещеру вы видите что с потолка или пещеры свисают куча коконов совершенно разных размеров почти весь потолок и за бешеный коконами давайте еще прокинем своими скрытые чтобы узнать сколько вы этот тип у меня еще маленькая заявка мой предмет который повышает психику это распеть лоренс прикладывает его губам бесшумно беззвучно это безопасно делать поэтому давайте потому что что я делаю это ночью прокинь конец я говорю не касайтесь и еще говорю мне кажется что паутина очень хорошо горит но только посмотрите я прошел причем вровень 21 21 я не прохожу вот открыть провал что-то изменит тогда не буду блин у меня тоже провал я бы хотел аргументируй пожалуйста ну возможно я иду пытаюсь не наступать вот это аккуратно продолжаю держать всю губ крестик то есть и все таки понимаю что можно то есть читаю какую-то молитву возможно даже ловлю беззвучный взгляд либо капитана либо ван монда который что ты делаешь прячу крестик собираюсь силами продолжаю идти уже стараясь полностью беззвучно у меня вопрос вот если он сейчас не прокинет у него будет скрыт провал я могу перекинуть потому что у меня будет аргументированный мой переброс если у него сейчас будет крит провал и он нашумит у меня будет мотивация куда-то спрятаться и сделать это скрытым то есть перебросить кубик мой результат который есть успеха нужно крит провал убивает выбирает успех до до прошел я тебя люблю хорошо хорошо а давай я проверку за эти твои начинай что-то скрытно она должна быть на 50 а проходит 40 80 50 1 3 хорошо давление вы тихо-тихо движетесь по этим пещерам стараясь не наступать даже на паутину который сейчас уже распозвалась даже по полу вы видите что на полу прямо такие сгустки паутины замотанный видео спустя время увидишь что только на не только на потолках но также на стенах и прилеплены к стенам какие-то животные здоровые животные могут находить пантеру замотана она высушена буквально не может быть они полностью замотана высушена увидеть ее череп уже полностью практически видим и киньте кто-нибудь внимание мне или даже не внимание наверное а что-нибудь типа внимательно либо внимание либо медицина либо какая-нибудь хочу еще я была помощь я могу не может у меня есть внимание и у меня есть внимание внимание хорошо ты замечаешь что у всех этих существ которые провели виднеется с открытыми участками тела до вот кого открыта голова более-менее ты видишь что в этих оконах у этих существ у них было тоже не было глаз были выткнуты глаза я смотрю на обвинение и стараюсь чтобы она не слышала возможно фернандо погиб здесь совпадение не случайно наверное давайте сделаем проверку на суд хорошо капитан я добавил 50 прошел не прошу а если крис провал есть в этом в рассудке у меня получается крит у меня 99 из 33 то получается это крит кровал крит кровал крит кровал крит на 100 на 100 но у меня же меньше 50 это не навык что-то хорошо просудок на не навык запомнить уже прошел теряете по одному да кстати у тебя пять за день а я же поспал я же ночью в спокойном месте по за день не отмолился точно хорошо хорошо но запоминаем что мы потеряли чем с вами если что я обновил до этого вы движетесь дальше дальше давайте так сделать мне две проверки общий также то есть от вас нужно два успеха первая проверка на выживание вторая проверка на внимание еще раз успеха так выживание выживание да ладно успех крит провал в в я могу перебросить это уже совсем критически ладно внимание внимание успех может быть даже трудным что меня 28 я не помню либо 29 была либо 27 он хрен с ним обычный и блины у меня выживание я добавляю 6 удачи у меня а не успех на если даже побольше не надо 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 да окей у тебя провал на выживание 3 и успех на внимание у тебя везде успеха у тебя у меня провал и на выживание на внимание на обычный право понял таком случае таком случае так у вас получается провал внимание успех до внимание успех вас два успеха есть выживание успех выживание провал и выживание провал объединение не работает это у меня выживание Не, выживание она не проходит, и внимание она не проходит. А Акрам? Акрам, по умолчанию, бог. Не важно, не ваши эти самые показатели. В таком случае, пыль выживания у вас провалена немножко, вы бредете в пещеры. А пускай будет даже так, это прикольно. Колого меньше всего удачи сейчас. Иначе? У меня... 34. 30. 24. У меня успехи были, какого хрена? А если у меня выживание будет трудный успех? Не важно. Не важно. В таком случае происходит следующее. Вы немножко начинаете плутать. Вы спускаетесь, казалось бы, в пещере. Вы доходите до места, где Акрам говорит, здесь. И вы видите, что везде вот здесь... Ну, такая, довольно-таки... Если раньше в пещере где-то со сверху скапала вода, и было немножко дискомфортно, может быть, где-то, может быть, подскользнулся на мхе, который здесь разросся, то здесь относительно сухое место, и поэтому, очевидно, здесь был сбит лагерь все время. Потому что, вы видите, здесь куски порванных палаток под слоем пыли, грязи, и под слоем паутины. Где-то, видите, может быть, даже разложенный кругом, где они шикли, костер разжигали, да? Все это давно прогнило, все это трудно... Только из-за хорошего внимания вы это разглядели, наверное, потому что все это трудно отличить уже от, собственно говоря, местной флоры фаунд. Все проросло мхом, грибами и прочей заразой, но, судя по всему, это было действительно здесь. Акрам останавливается, немножко смотрится по сторонам. Черт. Столько воспоминаний. Пойдемся дальше. И он вступает дальше. Вы медленно движетесь далее по, собственно говоря, по этой пещере. И Акрам видно, что он уже немножко настроен, потому что он здесь никогда не был, уже и чувствует эту всю херню. И вы медленно движетесь вперед. И спустя какое-то время вы выходите на... Пускай будет так. Да, пускай будет так. Вы фонариками натыкаетесь, ваш луч фонарик идет по пещере, и вдруг идут, натыкаются на... Судя по всему, перестал. Вы видите каменную колонну, которая стоит возле одной стене. Она уже старая, покрытая мхом, но в ней проглядывается именно изваяние какое-то. И освечая его, вы видите, что на ней сверху как будто бы сидит каменная статуя. Похоже, что-то действительно на паука, который обвивает какой-то, ну, что ли, шарт или что-то. Но этот паук, приглядевшись, сможет начать его смотреть, и вы видите, что у этого паука у него человеческое лицо. Вот где вот мордочка у паука, а там у него человеческое лицо. И вы видите, что одно изваяние, с другой стороны пещеры еще одно изваяние. И посвятив дальше пещеру, вы понимаете, что дальше идет пологий ход, и этот пологий ход представляет из собой старый каменный мост, под которым внизу не имеется только темнота. И этот мост идет далеко вперед, как будто пещера, куда сверху фонарик от него достает. Вижите дальше? Я хочу осмотреть внимательно эти колонны, вообще все это даже. А можно осмотреть лагерь еще раз? Да, хорошо. Что ты хочешь найти? Какие-то, может, старые предметы, то, что помогало. Может, даже там мачете, тот же ножик, что-нибудь. Ну, понимаешь, там прошло уже много лет, и оно, скорее всего, заржавело. Прокинь удачу. Пускай будет так. Прокинь удачу. Ну, я дал удачу небольшая, поэтому это, наверное, вероятно. А, нет, 7 из 30. 7 из 30. 7 это число удачи. Найс! Хорошо, в таком случае, ты хотел мачете, да? Да. Что-нибудь такое. Пускай какой-нибудь более-менее сотрудничество мачете, может быть, под тентом палатки старой, достигнейшей палатки где находишься действительно в несколько лет, дв vulnerable, ты вот присовываешь, оно может, travelers немножко покрылось ржавчинами, но лезвие, судя по всему, целое, может быть, даже ещё может нанести какой-то урон. Ну, если, там, есть ножное, вы стоите возле этого моста вы движетесь вперед мы же проходим через пятистал да я хочу его осмотреть может быть на какие-то знаки руны все такое оккультизм давай почему не давая культизм здесь может либо культизм либо нет 765 даже не за что выбрать а что ж блин и 74 будешь ли перекидывать или страдать удачу но осматривая руны осматривая пятистала я максимум могу ослепнуть крит провал так что но не нашуметь я давайте а у меня нет лука чтобы осмотреть внимательно наверное ладно может быть я касаюсь как-то смахиваю пыль что мне интересно посмотреть единственная заявка это одно осмотреться нет ли там механизмов каких-то потому что у меня есть какая-то механика и ну в данный момент обычно ловушек тут нету на ловушке первую очередь давай на ловушке будет все-таки внимание внимание необычный успех обычный успех чудес тебе ты может быть какой-то из книг который дала тебе мэган может быть даже читала про подобное даже скорее всего дать читала в общем а ты вспоминаешь что ты может быть даже открою потому что я брала сна да может я сразу не смогла шины забрала с его лет пошли багаж у вас именно только не брал длину там этот перечень заклинания если все другой книжки читала блин может быть вот может быть неважно вспоминаешь что это существо это божество которым поклонялись в свое время некоторые племена всякие древние в основном племена поклонялись тому божеству и она считалась божеством леса духом леса божеством леса которые которым принесли жертвы все такое я считалась типа спящим божеством 3 спящим божеством и зовут его атлача нача атлача нача атлача нача атлача для черточка нача она всегда изображалась как паукообразное существо с человеческим лицом и считалось что она поглощает соки человеческие как паук собственно говоря поглощает свою жертву так это плача нача поглощает человеческие соки и типа племена приносили жертвы это этому божеству чтобы она не поглощение скажем так не уничтожил всю деревню постоянно там девственниц детей все такое и что еще у этого какой успехов обычно 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 но она хорошо тебя достаточно знаете знаешь что этого детей что у этого божества она плодила детей то есть их называли дочери атлач нача и это были на чем уж там ладно и это были гигантские пупообразные существа гигантские размеров человека и считалось что по легендам по легендам эти дети дочери атлач начи умели принимать человеческий облик как там интерпретилась если у тебя было немножко больше успеха я тебе больше рассказала так хорошо спасибо все равно да пожалуйста ты кидай внимание я начинаю осматривать знания механики логики компьютеров которых еще нету я пытаюсь ищу ловушки давай я не нахожу ловушки но возможно чуть агрессивнее сейчас сейчас до переброса ким с бонусный кубик один ну вот теперь он начинает агрессивно искать бонусный кубик я просто мотивирую ловушки ну ладно я не нашел никаких механизмов пожимаю для чаплина у лоранца не отстает что не смотрели фильмы с чарли чаплина я сам их сделал ну чё ты начинаешь осматриваться не пригодилась твоя удача ты начинаешь осматриваться и может быть слишком агрессивно перо и наверное ты не заметил как ты ступаешь на поверхность моста так как у тебя критический провал ты наверно в этот момент вступить на поверхность моста ты начинаешь смотришь потолок на наличие отнесены там каких-то ловушек может обвал или доски бревна что летают ну как любили всякие борьги наделать и ты не замечаешь как мост под твоими ногами старые казалось бы каменный мост но начинает крушиться и падать против неудачу и бабайкин какая удача да нет у меня нету а кстати на удачу установлю а я не знаю устанавливал перед началом игры перед началом игры я устанавливал и меня никто не повторил а может сейчас установим давай я неожиданно вспомнил потому что это единственный шанс выжить а крым тебя не поймает сорян 10 хорош хрена сдва я сдох сейчас 50 выпьете 50 у тебя 50 на 50 шансов уже не 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 у меня 40 меньше да это плохой кубик ладно нормально давай вы видите как в этот момент как лорен заступил на поверхность этого моста но тем не менее вы слышите видите как часть моста каменная часть моста буквально раскрошившись в хлам падает вниз и вместе с ней начинает падать лоренц капитан аком кидается всю голову расходить но у него 87 тоже как у тебя 89 и он в последний момент кидается твою руку на твою рука ускользает куда-то туда вниз давай ты еще можешь попробовать наверное это сделать я хочу попробовать давай а что кидать пускай это будет ловкость но с штрафным кубиком ты начинаешь падать вниз ты видишь у тебя в глазах мутнеет я уже вижу энтони пускай у тебя влетает вдруг фонарик ну справедливо будет и в этот момент тебе мощная рука марка хватает тебя за руку ты висает что-то на мосту марка держит когда акром пробегает хватает тебя тоже за руку начинает подтягивать вместе они тебя вытаскивают на поверхность я скажу ты аккуратнее о чем вы думали я искал лапушки ну у вас это получилось да надо сказать лучших кстати по всему нет но мост видимо очень хрупкий надо идти очень аккуратно а вы видите что обвалилась часть моста под мостом есть балки которые держат старые деревянные балки они видимо прогнили уже часть них обвалилась но мост держится на этих деревянных балках видимо какая часть устойчивого все еще есть но тем не менее не вся а вот теперь я хочу прогибить механику чтобы осмотреть это все давай дэч а вес идет сверху вниз значит если он идет сверху вниз значит внизу должно быть основание да ха-ха-ха-ха твои навыки механики да и узнаем просто главный результат да хорош 40 да из чего 40 из 50 отлично ты осматриваешь мост и теперь ты понимаешь действительно как вот стоит какой траектории стоит перемещаться по этому мосту чтобы не обвалиться туда Акрам говорит, ну, Коль, мы знаем, как пойти, давайте пойдем. Но надо ступать очень аккуратно. Ларенца уверена, что может выдержать всех нас, когда мы будем идти по правильной игре? Это обычный успех, да, а не такой? Скорее, да, чем нет, но можно. Я смотрю на обвинение. Она со своими текстами. Она со своими текстами. Я думаю, что, ну, я могу им дать совет, что если он начнет рушиться, то нужно просто бежать с лометом. Да, скорее всего так. Разумеется. В таком случае, види нас. Сбога. Сейчас мы будем делать следующим образом. Переходить мост. Ты идешь первый, кто идет за ним? Наверное, Акрам идет за ним. Ну, пускают. Я иду, наверное, вторая. Ты четвертый? Ну, я, наверное, четвертый. Такой, четвертый. Такой, четвертый. У меня зрение. Хоть с двумя. С двумя даже. Потому что все-таки он знает маршрут, как и Ленадий. Ладно. С двумя будут с леней кубиками. Ну, меня проходит. И капитан проходит. Я просто пролетаю вообще. Ну, смотри. Пролетаю. Пролетаю по мосту. Нет, у меня 30, 40, 60 из 24. А я могу перебросить? Удача не перебросить. Ну, я умру тогда. Да нет, удачи просто не перебросить. Удачи нет у меня тоже нет. А перебросить тоже можно? Удачи не перебросить. А здесь 0, 0, 10. В таком случае происходит следующее. Вы движетесь вперед, медленно наступая по этому мосту. Где-то так. Часть моста обрывается. Падает низко. Специально несколько секунд. Там рассыпается. Плитка рассыпается там внизу. Поверхность каменной, поверхность земли. Ты останавливаешься, но движешься дальше. И почти до самого конца, наверное, ты наступаешь на одну из плиток, которая ломается. Ты начинаешь падать вниз. Но ты там сзади шел, Джесси. Ты хватаешь, может быть, или ты по инерции хватаешь ее. Она тебя за руку. И вы вместе начинаете лететь вниз. Объединение. Ничего не делаешь. Объединение! Она же не знает, будет что-нибудь делать. Она, наверное, в панике просто перебегет через вас и бежит в сторону. Собственно, на другую сторону. Я следующий хочу ловить, естественно, с рутуком. Давай, с помощью акрома мы вместе будем с тобой хватать. Нам нужно с тобой две удачи. Хотя бы обычные. Это ловкость опять, да? Ловкость. Ловкость. Попробуем. Попробуем. Попробуем удачи. Круто. Я бы хотел перебросить. Давай. Ну блин. Нам нужно две удачи. Давай. Прошел. Хорош. Вы начинаете падать, Джессика оступает. Ты провалившись в эту плитку. Джессика, тебя хватает. Тоже отступает. Начинает вместе падать. В этот момент объединение просто пробегает мимо. Под ней может, пара плиток падает, она тебе стакает и падает дальше. Ты хватаешь Джессику за шкирку, за тебя сзади хватается Акрам, Джессика обвисает на половину пути, держа, может быть, Лоренцо за руку. Вы в такой непонятной кривой позе висите, тебя за шивора держат, задыхаться немножко начинаешь, держат Марко, но тем не менее сзади Акрам подтягивает своими мощными руками. И спустя несколько мучительных минут, к счастью, мост не развалился, но вы, вовремя, оказывается, на поверхности, вы все вместе выбираетесь на предположенную сторону моста. Воспус, услышьте ровку, под вашим местом хрустнул. Следующий проход по нему, скорее всего, придется делать очень быстро или придумать другой путь. Я даже не представляю, как мы будем возвращаться назад по ревке. Я осматриваю, есть ли в моем походном наборе веревка. Ну, давай, удачи. В общем, мы нормально собраться, в походке выглядит. Я взял походный набор, вот как раз таки. Ну, в принципе, ладно, да, глупо, походный набор, да, есть еще. Ну, у меня половина походного набора. Ну, да, да. Я за честность, если Лоренцо врет, то хотя бы пичит. По-моему, ты все делаешь для этого. 48. А можно удачи? Ну, я думаю, у вас там есть, работа в любом случае есть. Я думаю, у Акрама, как минимум, веревка есть. Почему мы не прорезались? Это хороший вопрос. Ну, подой, реши. Подадеемся на тебя, малыш. Так вот, ну, подошел. Так, видишь, большую часть прошли. Да, да, да. Движемся дальше. Симпатично. Я думаю, видно. В общем, да, вы движетесь дальше. Спустя еще каких-то несколько минут, вы выходите... Тихо-тихо, крыльясь, наверное, уже. Вы выходите в освещаемый вашим фонарик, и слабо освещаемый вашим фонарик. Большой-большой. Наверное, даже так. Акрам идет первый, и он машет вам в руку, типа, стойте. Вы приседаете, и где-нибудь за камушек подбегаете, прячетесь. Большой, там большой колонн валяется, обвалившиеся этажи. Это не валуна, а видно, что это большая, ну, не плита, а часть колонны, судя по всему, обвалившаяся давно. Как можно сейчас уже взглядеть в киноте. И вы с фонариками, если видите, освещаете большой зал, который состоит из нескольких этажей. Открытых, как колизей, грубо говоря. Вы видите на каждом этаже такие дыры от, судя по всему, дверей. Видимо, это часть еще какой-то большой секси подземной, проделанной здесь когда-то. Все этажи разделены, держатся за счет больших, огромных колонн, часть которых обвалилась. Несколько этажей уже валяются на полу. Все это по рослом холм, какие-то с какой-то сыростью, какой-то плесенью, растениями, джунглями, какие-то корни торчат из стен и огромное количество паутины. И здесь, вы видите, под потолком висит огромное количество коконов. И среди них всех, вы видите, висит один просто неимоверного размера. Метров 10, наверное. И он весь, посвятив на него фонарик, вы видите, что он весь немножко... Не то что пульсирует, но как будто бы движется. Словно там внутри что-то есть. И причем в большом количестве. И, наверное, сейчас вы все видите, как из одной из этих вот арок, самой такой разбитой, большая дра в стене, как из нее вылезает одна лапа, за ней еще одна лапа, длиной, наверное, метра три каждая. И за ней показывается наружу, ну, скажем так, это похоже на голову паука, да? Но эта голова, она немножко приподнимается, и вы видите, как вот из места, где у нее это жевало, там есть жевало, такие два. И, но на этом месте этих жевало, вы видите, как поднимается действительно человеческое лицо. Женское человеческое лицо. За нее вылезает огромная-огромная туша, огромная заринца паучья. И еще 7, ну, 8, 6 лап выходит. Я вам покажу эту штуку сейчас. Согреблю, что Лерома без старика берет. Ах, чтобы вы понимали, вот такая вот тюкенька. Ух, прикольная. Оу май. Она больше похожа на скелет. Ну, да. У меня, мне кажется, более достоверно. Жестный, в общем, вы видите, эта штука вылазит и медленно ползет по стене. Подползает к этому большому-большому кокону. Проползает, ну, и что-то там, видимо, своими кентаклями шедушит и, видимо, что-то проверяет. Ваши действия. А, киньте кто-нибудь мне внимание. Или давайте все кинем мне внимание. У-у-у. У меня критическая удача. Номер 1. Ты сейчас сразу же повышаешь себя на К-10. А, кстати, мне нужно... Механику я перебрасывал? Не помню. Еще плюс 9. У-у-у. Ну, у меня теперь внимание. А в туспе? Трудный успех. Нет внимательности. В таком случае, вы вдвоем видите, что, может быть, освещая фонариком, с узким светом фонарика все помещение, на удивление, оно вас не видит. Ваш свет. Освещая с узким светом фонарика помещение все, вы видите, что по углам здесь разбросаны тела. Помимо зверей, здесь есть также тела человеческие. Давно высохшие, иссушенные, даже, может быть, несколько свежих относительно тела. Вы видите, замотанные в коконы, и торчащие из них руки человеческие. Мы не будем с вами пробрасывать рассудок, потому что вы представляли ранее до этого, когда видели закупленные тела животных. И среди всего вот этого вы видите несколько, может быть, даже акром скорее видит, показывает пальцем, и вы видите, там лежит кучка таких сусушенных трупов давно, и среди них вещи их, портфели какие-то типа того. И, наверное, он признал одному из портфелей какой-нибудь значок. Это моя группа. И здесь вы видите, что по отдалю, возле одного из входов, этих черных входов, стоит каменная колонна, похожая на ту, которую вы видели перед мостом. И на этой колонне сверху лежит треугольник. Что вы делаете? На сколько далеко треугольник? Метров 15 от вас. Здоровый зал. Зал здоровый. Да, там колонна, как примерно была, которая перед мостами, примерно такая же, типа педестала. Вы видите, что здесь по периметру вот так вот расставлено несколько таких педесталов. Они в основном пустуют, где-то лежат какие-то кости, какие-то покрытые паутины, какие-то разломаны. И вот на одном из дальних педесталов лежит как раз-таки та самая пирамида, которую вы заприметили. Я бы хотел ее осмотреть в свете фонариков. Ну, за это кого-то из Эрбента, я же выглянулся. В свете их фонариков я бы хотел осмотреть, нет ли там какого-нибудь подъемного механизма или еще чего-то, а-ля Индиана Джонс. Нет ли ловушки, опять же. Не надо этого делать, пожалуйста. Один раз. Я просто осмотрю, я просто осмотрю. Ну, дай внимания, хорошо, дай внимания. Или механику, нет. Или механику, хорошо. Конечно, механику, у меня на пять больше. Давай механику, хорошо. Да, нет, нет. Не видно ни хрена. Я, я попробую пробраться туда, скрытно. Нет, нет. Это, конечно же, Джессика. Я говорю, что здесь не надо. Здесь не только близко. Я киваю, потому что она чудо-жище. Нам нужна эта плита. Судя. Она не реагирует на свет, судя по всему. Я могу проанализировать ее, как в Дэнде? Как в Дэнде? Ну, давай тоже внимание кири мне. Пока такой вопрос. Да. Обащит успеха. Но, 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 но. Я добавлю две удары. Если мне что-то даст. Подскажет. Давай я две удачи. Добавлю, мне будет трудный успех. Хорошо, ты смотришь мельком на это существо, которое наверху сидит. А, мы же не делали проверку рассудка на счет существа. Давайте, давайте. Давай-давай. Там здоровенные убываются. Давайте, давайте. Ты увидел историческую тварь и не сделали проверку на счет существа. Нет. Я провалил. А вот, посмотри, я сейчас кинула кубики со звостью. На, а где все это кубики со звостью? Селина Кирилла. У меня один. Четырнадцать? Да, я просто со звостью. Ты теряешь один? Я паука плюс один. А вы теряете три. Ай. Пиши отлача нача. Это не такой. Отлача нача пиши отдельно. На, передай. Это вот знание отлача нача. Тайные знали. Более точные. Мы считаем, да, свои потери, если что? Ну, я не фигариваю потери. У меня помечено. Ну, вот, после крестика, то бишь, безопасной зоны, это раз-два. Окей. Ты начинаешь осматривать, ты сверишь фонариком, стараясь не посредить на эту тварь. Ну, может быть, мельком ты на нее сверишь, и в отблике твоего фонарика ты видишь, что эта тварь, когда она поднимает свою голову, ты видишь, что у нее бледная-бледная кожа, вот эти вот волосы, полугнилые, свисающие, салистые свои головы, то есть челюсть похожа на человеческий рот, которая щелкает, и у нее нет глаз. Ты, понятно, нужно понять, что она, скорее всего, на солнце не вылазит никогда, и, судя по всему, или если вылазит, то крайне редко на свежую воду, в принципе, и, ну да, она не видит. Ну, я говорю об этом своим товарищам. Я смотрю на паутину. Она здесь везде. То есть она у нас под ногами. Да. Вот. Я хочу сделать такую вещь, ну, я говорю Джессике, во-первых. Кстати, извините, добавьте себе по одному пункту в Мифик Толхен. Или, смотрите, у кого-то первый, у кого первый, ты добавляй 5 пунктов, у кого это не первая встреча, тогда добавляй один. Один. Не первая. Получается 5. А у Стамбик получается по одному. И убираю, типа максимум, да? Да, из максимума, да, простите, тоже из-за, вы читаете себе максимума сутка. Вы читаете по одному, а вы пить 5. Так. И я хочу, ну, я беру вот эту мачетку, но точно, хоть и ржавую, и хочу, грубо говоря, обрезать эту паутину и обмотать себе ей ногу, чтобы менее шумно сомнили. Вот. Я показываю, как я сделал. Я снимаю обувь. Иду носочком. Хорошо. Вы все идете, да? Я думаю, нет, я жестко воссталом. Я пытаюсь скрытно, очень осторожно и медленно пройти. Я понимаю, что у меня скрытности нет, но у меня ничего нет. Ну, блин, ничего нет. Вы видите, Акрам-то временем, вы видите, что, сейчас я скажу про этих ребят, Акрам-то первое дело сидит в Акере, просто смотрит на это существо, говорит, это оно. Это оно. А обвинение, честно говоря, до странно себя ведет, потому что она, завидев херню, она просто, как будто бы не общает меня внимания. Это было что-то сумасшедшее. Ну, понятно. Так, я попрошу. Я хотел бы сделать такую заявку, я просто остановлю своих. Но стойте. Камреер. Обычный камреер. Выстраивайся цепочкой, стараясь не привлекать внимание, быстро передадим друг другу эту штуку. Я, по-моему, первый у меня огромный опыт. Это, скажем, говори громче, потому что... Ну, да, да. Я говорю, что... Тихо говорю всем. Я пойду первый, у меня огромный опыт работы в тишине, скажем так. Семья сопрано. Кто пойдет вторым? Акрам говорит, я могу пойти вторым. Я должен, в конце концов, если вдруг что, я должен отомстить этой твари. Я буду вторым. Я пойду за тобой. Даю... Я думаю, девушкам стоит держаться здесь, мы отправимся втроем. Ты будешь стоять на выходе. Я киваю, соглашаюсь с капитаном и осторожно внутренне. Она тоже знает. Делаем проверку скрытности. Мне что-то дает мою паутип. Боль моя. А, только вы троем делаете. Только вы троем делаете. Нет. Думаю, нет. Акрам проходит. Ну, я не прохожу, и я судорожно думаю, что делать. Все, дружок пирожок. Давай. Добавляю четыре удачи. Хорошо. Вы движетесь вперед, медленно ступая, стараясь не наступать ни на один камень. Может быть, в моментик, пускай ты уже наступаешь на камень, она по-другому делает такую штуку, ты увидишь, какая-то тварь она как-то останавливается. Я, пожалуй, замираю. Начинают шевелить хитинами на своей спине, осматриваются вокруг, но спустя время замирает, возвращается к своей паутине. Вы медленно доходите, становитесь на расстоянии пару метров друг от друга. Ты доходишь до колонн, ты видишь, на ней лежит покрытой плесенью уже паутина, паутина, плита, и пускай даже ничего кидать не надо. Ты видишь, что на ней, на самом педестале, выгравированы вот эти вот знаки. Наверное, они тебе кидаются в глаза, потому что они видно, что выгравированы, четко видно, что лежит, как табличка выбита прямо под самой плитой, скажем так. То есть лежит плита, а под ней снизу, на подставке ее прямо выбиты вот эти вот два символа. Я, наверное, если у меня есть авторучка, я где-то что-то записываю. Ну или запоминаешь. Оставь себе. Ну, короче, запоминаю, может, на руке я где-то зарисую. Да, да, хорошо. В случае, если меня убьют все-таки. Ты прихватываешь плиту. Ты прихватываешь плиту. Большая. Ну, такая. Приличная такая. Ты возвращаешься обратно. Он берет плиту, поворачивается обратно, делает несколько шагов, подходит к тебе, передает плиту. И вот, наверное, когда ты берешь плиту, ты ее роняешь, пускай. Может быть, слишком скользко, или, может быть, из-за нервов, может быть, перехватывая фонарик каким-то образом, ты ее, она у тебя скалит из рук и падает на землю. Звук сразу же расходится, просто эхо по всей. Да. Я беру огромный, хорошо. Я беру огромный камень, я готовлюсь. Я готовлюсь кинуть огромный камень в ту пещеру, откуда вылезла эта тварь. Хорошо. Ты видишь, как огромный камень, маленькая Жессика, в ту пещеру, с другой стороны зала, откуда вылезла маленькая тварь? Ну, да, конечно. Ты видишь, как эта тварь сразу же моментально крутымает голову, опускает, вернее, вниз, и сразу выслышите этот скрипящий, мерзкий, из двух, который разносится по всей пещере, судя по всему, она каким-то осознала, что происходит. И видите, как она начинала на паутинке, вылетающий за ее задницу паутинка, начинает медленно спускаться вокруг вниз. Видимо, еще она не агрессивно, не кидается прямо вниз, а медленно спускается, видимо, пытаюсь разобраться, что происходит. Ну, пещера, иначе баллы случаются, теми-ними, она спускается вниз. Что вы делаете? Видите, аккуратно, нервничте. Я стоя на месте, просто делаю вот такого жесткого своего спутчиках, самолку, поэтому, осторожно, не сдвигая вообще стоп, ну, опускаюсь. Поднимаю. И пока я стою на месте, это моя еще, что я, спутник, ведь, конечно, тут не уже был фонарик, и меня видят, стойте, не двигайтесь. Я достаю этот самый, как он называется, коктейль молотого. Ну. В одной руке, во второй руке у меня этот самый зиппак. Я смотрю на всю эту паутину, как бы. Не, ну, как-то, мне он не поджигает. Хорошо. Я говорю, Бенини, беги. Куда? Зачем? Назад. Зачем мы же только пришли? Беру камень и готовлюсь кинуть. Ну, я смотрю на это существо, которое, возможно, даже немножко опешило. У тебя спускается вниз. Но я чуть что готовлюсь кинуть в дугу, в обратную сторону. Ты видишь, она опускается, спускается медленно, плавно. Детечко, что на концах ее вот этих вот лапах хитиновых, у нее руки человеческие. Она приступает со сбитыми ногтями, с разорванной кожей, она спускается, спускается на землю, медленно шлепая по паутине и приседает немножко на землю. Давая такие звуки, она пока останавливается на секунду, замирает, прислушивается. А потом приподнимается, начинает менять, типа, поэта, обходить этот зал. Что вы будете делать? Ничего. Я протягиваю Марка руку. Ну, чтобы он не передал плиту. Ну, хорошо, я... Ну, оттяжелого достаточно. Или она как? Насколько увезет так? Ну, нормально, помех, помех, пожалуйста, и силы не будет. Ну, я, если Джессика, в пределах доступности, я остался мотору, да. Там большое расстояние, поэтому это будет... Это будет делать проверку, будет делать проверку. В результате можно будет сделать проверку. Какой? Хорошо. Пускай это будет проверка вашей ловкости. Обой. Хорошо. Да, я делаю. На меня отлочный начинал. У меня успех. Я переброшу... Я переброшу... Не знаю, я понимаю, что это рискованно, но удача просто не поможет, если я ее добавлю. Я переброшу обосновывая это тем, что я, ну, понимаю, что мне придется шагнуть там, допустим, чтобы передать плиту, я просто, ну, бросаю ее уже седай. Ты видишь, как Марко, понимаешь, что не дотягивается за билетой до джессики, он ее подкидывает, джессика ее ловит, но в этот момент, наверное, ты оступаешься под твоими ногами, паутинка рвется, и какие-то кости хрустят. И в этот же момент он давай поворачивайся к тебе, крик просто истерично разрывается, а крик, твою мать! Я поджигаю этот самый, коктейль молотого. Я кидаю камень. Тварь, киньки, бежит в ваши стороны, мы делаем инициативу. Но у меня коктейль молотого считается за стрельбу для первого раунда? Нет. Я, пожалуй, не буду добавлять 50, потому что ясно, что пистолет я как минимум спрятал, как для металлитупных. Это будет как минимум нечестно. Вообще, думаю, что ты должен был ссорить, ну, я бы кинула, и ты бы с дополнительным кубиком кидал. Если бы пока ты передавал, я кинула кубик, ой, кинула бы камень, чтобы отвлечь ее. Ну, блин, что теперь поделать? А что мы кидали? Судья, ловкость плюс кубики, если оружие на готове, то это плюс 50. Отлично, просто шикар. Дайте мне ручку, пожалуйста. Так. Сколько у тебя? Сколько? 152. 152. Плюс ловкость? Да. 61. 61. А у тебя? У меня 6 руки. 83. Вовремя. Как тебе то происходит? Варенц. Давай, Марков. Выходит в пистолет, я свечу фонариком, но коконы мы видели, да? Да. Я хочу провернуть следующее. Я прицеливаюсь и выбрав какой-то, может быть, я понял, что задумала Джессика, когда подняла камень и хотела бросить. Но я пытаюсь выбрать какой-то кокон за спиной этой твари, чтобы он упал и она дезориентировалась. Ну, просто я пытаюсь выстрелить, чтобы... Стрельба, да? Да. Так, у меня сколько? Ну, стрельба-то. А, я ее не увеличивал в прошлый раз. Ну, окей. Ну, прошел. Это просто обычный. Хорошо, ты наводишься к стульетку на данный верх, сначала можно наводить на дворе, но потом понимаем, что это так просто не сработало, наводить на дворе. Видишь, какой один из кокона, подбивается, немножко шатается, у него обрывается, паутинка, который выдержал, он падает вниз. Передача. Десять. Чудно. Ты видишь, что Кокер падает прямо на голову, эта дворя, он падает. Трудно успех. Падает на голову, эта дворя, отказывается в сторону, а он останавливается, оградывается по сторонам. И это, опять, показываю, что он спутником, что стоит. Сделает немного инициатива, она слезет чуть-чуть снизу. Вот, говорят, Акрам. А что делать, Акрам? Он, наверное, заметив твой финг, говорит, видишь, что творит веклась, вворачиватель, бежим, нахерни! И начинает сваливать, собственно говоря. Я молча киваю, наверное, там... Поняв, что моя тактика не сработала. Пускай не будет скрытностью. Акрам, видимо, слишком интенсивно воспринималась в свою ситуацию, начинает убегать и создает лишний шум своими шагами, что привлекает внимание снова к варе. Она ходит сейчас и кидается, собственно говоря, в его сторону. Так как мне лучше сделать? Не углевать ловятся. Ну, собственно говоря... Да, ты видишь, как Акрам начинает... Пробегает не у тебя, наверное, просто на нервах слишком быстро прибегает на тебя, тварь, заметив в это, кидается в сторону, видишь, как она пробегает, бежит сначала вперед по полу, подбегает на стену, по стене со стены прыгает, и видишь, как она сбивает с ног Акрама, и вместе с ним на несколько метров отъезжает в сторону, держа его одной рукой за горло. И сейчас она будет делать ему кусь. Даже не представляю, а усилу. Вы видите, как она хватает его за... У нее эти лапы, которые держат ее на земле, одна из рук, прям человеческих рук, как будто бы такой очень точек, хватает Акрама за горло, подымает его в воздух, прижимает к стене. Да нет, не прижимает к стене, просто держит в воздухе. Ты видишь, вы видите, как и голова, вот эта человеческая мельная подымается, она шипит на него, как чужой на рипе шипелся на время. И ты видишь, как она идет в ее щупальце, которые у нее на голове вот... Они поднимаются, вот эти вот, которые хитином, они, видите, как зубы, зубы паучи. И они мечутся в его сторону. Он поднимает руки, хватает эти зубы руками, и видно, что она пытается достать до его глаз. И пока они вот в таком образе... 50. Лоренцо! Ну, я, видя эту картину, возможно, перехожу на скрытный легкий бег по этой паутинке, то есть поджигаю... поджигаю эту фигню, коктейль молотова, и пытаюсь бросить попасть куда-то в район, жопой. Ну, давай, сделаем лидер проверки. Во-первых, скрытный легкий бег, твой скрыт есть, а во-вторых, метание. Скрытный легкий бег на пусечке прям прошел. Ты что? 57,6. Красависть. Давай, метание. Метание у меня классическое, такое и есть. Сайлус. Не, просто провал. Просто провал. В таком случае, ты поджигаешь, наверное, бутылку, кидаешь, но ты видишь, как она в воздухе, у нее тряпочка вылетает просто из горлышка, и бутылка просто отбивается в день в сторону. Ты видишь, как она, 10 секунд, останавливается, выращивается, смотрится по сторонам, пи-ш-ш, издает звук, но и поворачивается обратно к Аркану. Джесс? Я ван Монду говорю, давай плиту. Ну, давай плиту. Вызову тебя в руках, он тебе пилит. Пилитур-то вот все. Он мне кинул, и окей. Ну, тогда я кидаю камень, и бегу. Хорошо, ну, пока меня окажут в любом случае никого результата, потому что, значит, тогда, начиная на арк. А я в нее кидаю камень. Давай, я проверю, к удаче сделаю. Тебя самому не смешно? У меня никогда не смеются. Ну, у меня, в принципе, 87 из 22. Ну, это экстремальный успех, конечно. Ну, в этом я вообще не оказываю никакого внимания. Может, даже попадает по ней, он стукается об ее панцире, которое он сменит. Чувствуется прям, как будто бы там, прям броня танка. Стукается, отдает в сторону. А, нет, вообще, никого внимания держит акромов в своих ручечках. Ну, я бегу. Начинаю бегать. И я босиком, между прочим. Я... Что-нибудь загорелось, во-первых, мне надо кидать просто. Давайте нарисуем себе вот эту полосочку. Давайте. В любом случае будет сейчас погоним нас. Два, три, четыре, пять. Нарисуйте себе четыре точки. Ну, без первой и без последней, само собой. Можно рисовать первую последнюю, тогда у нас будет шесть точек, короче. Давайте шесть точек сделаем. Начинаю с самого начала, с самого как-то шесть точек. Первая точка, это где сидит отлач-начин вместе с аркома. Джейс, давайте сделаем проверку скорости. Сделаем проверку выносливости. Выносливости, да? Да. Ну, смотрите, да, ты можешь, пожалуй, ты сейчас не делай проверку выносливости, потому что ты сейчас находишься там, везде, и арком. Да, окей. Ван Монш. Тихо, я. Ты, делай. Проверку выносливости. Че? Шестьдесят один из семидесяти пяти. Прохожу. У тебя плюс один к скорости. Ну, давай, я добавлю восемь удач, чтобы у меня был успех. Хорошо. Тоже плюс один к скорости. Стало быть, получается, Джессика сейчас находится на третьей точке. У тебя восемь? Да. У тебя сколько? У меня десять. Десять. А у тебя? Бочевую. Скорость какая? Скорость. Семь. Семь. Хорошо. В общем, ты стоишь на первой точке, арком на первой точке, Джессика на второй. И бешено мчащийся Лоренцо уже на треть. А Бенини? Бенини, пускай она будет с тобой рядом. Может быть, ты ее прихватываешь и вместе с ним начнешься дюро давать. И дальше идем по инициативе в шесть. Собственно, Марк? Я планирую, что еще один меткий выстрел по традиции. Я вижу, наверное, происходящее с капитаном. Ну и в последней отчаянной попытке его спасти я стреляю не в эту тварь, не в голову, никуда. Я стреляю в руку, которую я ее держу. Его, вернее, я держу. Ну, пытаюсь, чтобы она же жала. Давай. Ты посмотри, как не получается. Я переброшу. Пускай я мотивирую это так. Пускай я даже потратил один лишний выстрел, черт с ним. Я просто прицеливаю поточнее стреляю еще. Давай. Пусть это будет два поклонных и это успех. Хорош. Да, разносится выстрел. Ты видишь, как... Ну, кинь. К-20. Три. One moment, please. Атаку, Джесси, как я на тебе плету? Ну, до всего. Три. Три – это правая нога. Может быть, в этот момент она одну сетку поднимает и в нее влетает патрон. Ну, кинь. Ну, так и так. 1К10 плюс 2. Ну, 6. 6. Ты видишь, как этот патрон попадает ей в лапу и как будто бы вообще не наносит никакого урона. Он как будто бы застревает в ее толстых хитильных шпутах. Ну, я ожидал чего-то подобного. Но ты понимаешь, что она останавливается на секунду и понимает, видимо, что в комнате есть кто-то еще. Судя по всему. Но она не отпускает Артема. Она держит и вводит и все еще вселится ему в лицо. Ну, я, наверное, после этого, как бы это ни было печально, начинаю отступать. Может быть, я произведу еще выстрел. В общем, я двигаюсь. Я понял. Я куда-то передвинулся или еще? Ну... Давай прокинем с тобой, давай прокинем с тобой, знаешь, что, давай пускай это будет скрытность. Если провалишь скрытность, то она тебя замерит и собьет. Оставит и останешься на месте. Скотина. Успех. 20 из 20. Ладно, может быть, ты как раз стреляешь, и ты начинаешь вертеться на месте, осматриваясь по сторонам, прислушиваясь окружающей, в этом момент, воспользовавшись ее замешательством, может, она сбивает какой-нибудь скалон, она падает с шумом, и ты в этот момент ориентируешься, перебегаешь на точку 2. к джейсике. Собственно говоря, акром, болтаясь в руках, пытается, болтаясь в руках, пытается, высовывается, а тварь, а тварь его не отпускает. Он кричит, бегите, бегите, и тварь у него ходит тварь, наверное, гадавшись, ты видишь, ты видишь, как эта штука, держа его в руках, вот эти вот ее щупальца, они срываются у него из рук, в силу его покидают, они срываются и втыкаются мальчиком в глазные яблоки. Ты видишь, как она начинает из него пить. Тварь какая? На этом ее ходу заканчивается. Ну, да. Лоренц, ты бежишь вперед, обогнав женщину, ну, может быть, паника, паника случилась. А у меня там какие-то дополнительные есть, там действия, еще что-то? Ты стоишь на третьей точке, ты можешь остановиться, посмотреть там, как джейсика, можешь бежать вперед перед тобой, пускай вот мост. Ты пробежал, прорываясь через паутину, прорываясь вперед, добежал до места, где находится мост. Ты видишь позади себя, собственно говоря, услышишь выстрелы, видишь, как там позади мелькают свет фонариков, видишь джейсику бегущую вместе с гнений, к тебе навстречу, видишь, что из пещеры выбегает на секунду остановившись замежка шеи с марков. Что ты хочешь делать? У меня, в принципе, ну, для того, чтобы пропустить женщину детей, женщины детей, женщины ван Монда, у меня есть время для того, как... Я хочу что сделать? Я хочу взять второй коктейль молотова, поджечь его, вот, и прицелиться. То есть, ну, я не знаю, возможно ли метание прицелиться? Ну, через одно, ты куда хочешь кидать эту тварь? Я буду с ним добросить через одно, через далеко. Я хочу на пути. На пути? Да, на пути, ну, в принципе, да. Давай кимим метание. А ты кинешь ей на пути, да, но там, собственно, на пути ребята бегут в этом. Нет. Приправали. А. Ну да, после того, как они как-то пробежали, я хочу, то есть, поближе ко мне подбежать, хочу бросить. Давай. Ну, на пути этой тварь. У меня время есть, я могу прицелиться? Бонус такой. Прицеливание, боюсь, нет. Прицеливание, это все-таки, мне надо потратить. А что я туплю тогда? Что тупишь? Я просто открываю эту штуку тогда и выливаю на паутину эту штуку. Хорошо. 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 И, в принципе, на паутину, да, разливаю эту штуку. Хорошо. Не пропуская, ребят. Хорошо, ждешь тогда, в таком случае, ты пока стоишь здесь. Перебежи дальше. Я вас ожидаю, я не знаю, что делать. Ждешь, хорошо. Джессика, готов вам помочь. Ты береждая? Да, я бегу далее. Но на пути много паутины, нам придется через нее прорываться. Лоренцо чудом пробежал поустом, как ястре, после того, что у него скорость дикать. Ты бежишь вперед паутиной и заросли, перед рукой висит с потолка и систем, поэтому нам нужно проверить ловкость и делать. Я прохожу. Красавчик. Ты вместе с Беннини, Беннини выпускатель, стоять за собой, вы обходите сейчас все эти паутинные, может быть, застреваешь в паутине, дергаешь в руку, вырываешь из паутин и бежишь дальше, добегаешь до Лоренцо. Ты видишь, как он разливает как раз на паутину вот эти вот все соки. И, собственно говоря, Марко. Ну, мне тоже, поняв, что Акром могу действительно не спасти, я, не выпуская вдруг пистолета, бегу. Тоже паутинный тоже ловкость. Да, легко. Да, тоже легко пробегаешь мимо по этой паутине и слышишь позади вот этот вот хрик. Акром. Да, ты видишь, как тело, пух, ты сушеное тело, акрома падает, и там позади тебя в пещере и видишь, когда тварь выбирается в ваши стороны и начинает ползти вперед. На какой мы точка? Вы сейчас на третий. Поместил Лоренцо. Да. Но дело в том, что вы видите, как эта тварь, у нее очень много действий заход, и поэтому вы видите, как она пробегает сразу в две точки. То есть к нам уже. Да. И более того, у нее есть еще и сот. Я понимаю, что поздно уже, но я бы хотела вспомнить, я извиняюсь, что я не в суху, я делала анализ этого существа, я хочу понять, дышала она или нет. Видела ли я, что ее легкие, наполнялись. Она увидит, что она, судя по всему, из-за того, что паутины кругом, она очень хорошо ориентируется по местности, по паутинам, и она просто огромная тушь, это там вползает в пещеру и ползет прямиком за вами. Не успех вернувся, ты поворачиваешься и видишь прям перед собой эту тварь, которая у кого меньше всего удач. У меня. У меня 36. Ну, ты видишь, как она нависает на Джессикой. И дестика? У меня нет, у меня какое-то действие еще оставалось. Что ты хочешь? У меня тоже оставалось. Отжечь это все фигни. Отжечь? Ну, пускай так, Джессика подбегает к тебе, поискать все это в один момент, ты разливаешь алкоголь с бутылок на паутину, бензин бутылок, в этот момент тебе подбегает Джессика, изменение, Иван Монд, запыкавшись, как раз-таки в этот момент ты черпишь спички, поджигаешь, разгорается, и в этот момент ты в лоббинске паутиной огня, как эта огромная тварь нависает на Джессика, пытаясь ее спорить, Джессика, ты будешь уклоняться, будешь контратаковать или будешь ничего делать? Конечно, ничего не делать. Я буду уклоняться. У меня оставалось еще одно действие, могу с преимуществом уклониться? Ну, вообще нет. Нет, ну ладно. Прожди. Просто у меня получается два действия должно было быть, и я только бежала до третьего точки. Ну хорошо. Хрен с вами. Уклоняюсь, да? Да. Нет. Будешь подбираться, чтобы не тратить удачу? Ну, удачи мне не хватит. А я с бонусным буду кидать? Ну, а я переброшу. Да. возможно, возможно, вспомнив о книге, я наклоняюсь, чтобы достать ее. И благодаря этому пытаюсь избежать нападения. и у меня, у меня, у меня просто супер-пупер. Тебе очень повезло, потому что у нее обычный успех. У меня очень хороший успех. Да, вы видите, как эта тварь, у нее одна из лап лечится в сторону Джессихи, и она наклоняется за книгой, в этот момент головой поддевает твои волосы, наверное, проносит твоя грудная лапа, и она нависает над вами, изныская ненавидные вот такие вот крики странные. Собственно говоря, Лоренцо, огонь начинает разгораться, ты видишь, что она, не обращая на него, взмахивает лапой своей, и, может быть, проводя над огнем, она немножко отшатывается, почувствовав жар пламя. Твои действия, пожалуйста. Мои действия, то есть, получается, мы все на одной точке стоим. Да, то есть Джессика где-то недалеко от меня. Да. У меня закончились Молотова. У нее столько Мачете. Блин, да я... Я не знаю, я хочу просто помочь. Да, я что-то, просто бегу. Никто не в захвате, никто не это самое. Уматывай оттуда. На следующую точку. А, ну, смотри, там дальше мост. Что пробирать по мосту, то нужно сделать проверку ловкости. Давай. Гребанный мост, гребанная ловкость. Все, гребанная. Гребанная паути. Трудный успех. Хорош. Вы видите, как Лоренци, словно балерина по этим мостам. Лидер. Переходите, двигаясь на другую сторону. В этот момент вы видите, как Бениня, стоя рядом с вами, нервно копошится у себя в сумке. Наверное, отмакиваясь, видите, как Рогун разгорается, эта тварь, висит вверху, немножко отшатываясь от огня. Бени копошится в сумке и, вы слышите, она бормочит себе под нос. Я знала. Я знала. Он здесь. Я знала. и она достает у себя из портфеля трубу. Трубу, дрожающей рукой, подносит ее. Поднимает ее. Я верну тебя. Она подносит ее к губам и в следующий ход она будет играть. У меня сразу в голове, я даже забываю, наверное, на миг про чудовище, потому что у меня в голове мелькает, знаете, как в флэшбеке бывают слова Вито Сонеро. Не дайте этой женщине использовать в флэшбеке. Ну, сейчас шею ходит десека, поэтому десекат выходит. Я вижу, это нам же Марка говорил о том, что не дайте этой же... Нет, не говорил. Нет, я не говорил. Не говорил? У нас два хода. Два хода. Ну, я вообще рядом же с ней. Один? Нет, нет. С чего она? Разговор с Неро. Что? Что? Нельзя дать этой женщине играть. Ты говорил. Я говорил об этом в Бенинни. Да, дайте ее убедить. А ты подслушал под разговором. А ты еще в прошлом. А, еще в прошлом. Что тебе это самое... А, ты сказал. Ты говорил, да. Не дайте этой женщине сыграть, и мы как раз тогда не хотели отпускать ее. Так что давайте что делать? Что делать? Ну, я этот... Пытаюсь остановить ее. А я вижу, что она не в своем уме. Может, сделать выводы? Нет? Что она нервная такая вообще... Давай так, ты прокинешь сейчас либо внимание, либо какой-нибудь психологию. Пускай будет так. Можно внимание. Делай это быстрее, пожалуйста. Давай, давай. У меня 58 из 58. Можно прокинуть меньше или равно? Или нет? Когда тебе равно или больше, тебе не прокинуть. Один. Потрачу. Окей. Не хочет. Хорошо. Ты видишь, что у нее руки трясутся, что она... Ты по нему... Можно, наверное, понять, что она прям вот... Несмотря на то, что всю абсурдность этого действия, что она прям вот... Ну, скорее всего, знает, что делать. Знает, что делать? Осознает, что делать. А не просто решила вдруг поиграть здесь в пещере. Ну... Блин, очень сложно. Хорошо. Раз она знает, что делает, окей. Я достаю книгу и начинаю читать заклинания. Ну, книгу просто. Кто-то хочет поиграть, кто-то книгу почитать. И один раунд. А, то есть... Через... На следующий раунд у меня сработает мое заклинание. Хорошо. Марков. Я... Я не знаю, что делать, вот тут дурдом, если честно. Один носится, как Лань грациозный, а другие... Возможно... Да, извините. Возможно, я делаю шаг назад, чтобы как-то чуть-чуть не стоять прямо рядом с существом и читать книгу. Марков. Быстрее. Я увидев то, что делают дамы, я, наверное, делаю самый безрассудный поступок не на многих в своей жизни. Я... У меня, в принципе, два действия. Я хотел бы выстрелить в чудовище, а вот черт с ним даже так, привлекая просто его внимание. Ну, по-бальше по-больнее и побежать, создавая как можно больше суммы назад, в сторону, откуда оно прибежало. Но пытаясь отвлечь внимание, а там, потому что я никуда не двигаюсь. Хорошо, давай. Стреляем? Да. Ну, это выстрел практически в упор, поэтому делается бонусный кубиком. Я тем более в такую матчу. Ну, это обычный, но все-таки успех. А сколько у тебя удачного пистолета? Один к десять с другом. Можете кидать удачного? Потому что у него доспехи броня двенадцать. Она поглощает двенадцатый рон. Ну, он без полюса. Ты мне спросишь, не менее, ты видишь, у меня похитивая шкурки. Отрывается пара волосинок, может, этого хитина. Она взвизгивает, заслышит, наверное, оттуда звук идет, и ты начинаешь убежать. Убегай, да? Обратно. Окей. Окей. Красавчик. Теперь ходит, собственно говоря, она, ну, пускай так, хорошо, она бежит на твой звук, она бежит на твой звук. Я даже как продвинулся, на одну точку обратно. И она разворачивается, тем более, что она чувствует пламя огня, она разворачивается и бежит в твою сторону. Ну, собственно говоря, у меня хватает действий, чтобы добежать. Добегай. Ты будешь уклоняться? Естественно. Или контратаковать? Ты ничего не так будешь делать? Я буду уклоняться. Ну, давай. Рисковая на затеях. Но я могу перекинуть? Аргументируй, пожалуйста. Пускай я, ну, сначала я хотел просто вернуться, не знаю, кокон или какой-нибудь там ошметок колонны или еще какую-нибудь диндрение, я просто скальрую под него по этой паутине, чтобы выпасть из твоего поля зрения. Нет. Ну, ты, наверное, пытаешься проскользить, но ты застреваешь. Паутине, она шцепляется за твоей одежду, за твои руки, ноги, и ты понимаешь, ты не скажешь, что ты застреваешь в паутине. И ты видишь, какая-то огромная туша продолжает на потолке и медленно-медленно опускает на тебя свою голову, ты видишь, эти черные пустые глаза, и она, пусть закрываясь на паутине, которая вылезает из нее, она медленно опускается в твою сторону, приземляется над тобой, ты видишь, она наклоняется к тебе, и у нее вот эти усики выдвигаются, зубья, которые тянутся в твою сторону. Они в следующий ход достигнут твоего несчастного тельца, поэтому пока она просто медится, тем пока есть шанс, шансы еще есть. Шпаранцы? Ну, я, наверное, вижу, хотя, что я вижу? Я вижу, что одна женщина читает книгу, вторая женщина начинает играть на этой самой дудке, и в этот момент еще Марко куда-то убегает, то есть я вообще в полном шоке. Что я могу делать? Единственное, что я могу, я через точку могу стрелять? Через точку, да. То есть я, получается, они сейчас на второй точке? Да. Я хочу попробовать выстрелить в эту... Что это даст? Это же все на третью. Вы с Бенини на третью, Лоренци на четвертой, Ван Монт на второй местистваре. Давай. Бенини я не буду стрелять. Короче, я в полном шоке. Я возвращаюсь на третью точку, пытаюсь схватить Бенини. Возвращаюсь на третью точку на ловкости. А, там же мост. Нет, мост я больше не рискую. До средней? Просто стреляю в эту тварь, пытаясь помочь ван Монт. Просто я не знаю. Может, хочешь что-нибудь? А вообще, у меня же три, одна-тире-три атаки. Значит, я могу три атаки сделать? Да, три потом выкидываешь. Тогда я достаю вторую, убери от его. Давай. Просто Лоренци может умереть, а мне не выносится. Возможно. Или ван Монту, блин. 14 из 60 это трудный успех. Потом я кидаю с штрафным кубиком. И не попадаю. Извини. Нет, давай. Потом с тремя? Да, давай, да, с двумя штрафными кубиками. Второе? Второе, да. Третий, точнее. Третий, да. А этот попадает. Ну, давай урон-то, может быть, пробьешь 12. Будем считать, что по одну точку попадаешь. Так, я буду на одну точку попадать. Это 1К10 у меня. Ну, то есть 2К10. Шансы есть. Мамон, шансы есть. Ну, я еще и не готов, пока умер. Пять. Нет, ты видишь, как бывает, это тушит. Наверное, ты ван Монт вяжешь на полу, видишь, как это тушит. А куда я попал? Мень, значит. Ну, даже если в голову пойдешь, там 10 будет. 10? Ну, у тебя убаивается урон, у тебя 5. Нет. Нет. Да, вы видишь, как это тушит. Полетает несколько патронов, после несколько выстрелов, но она вообще никак не реагирует. Вообще никак. И ты стоишь на месте. Да? Соображает на стрелы анс. Да, я бегу на пятую, пытаюсь... А, да, я бегу на пятую. Это лагерь будет, да? Я хочу забежать в лагерь, может, там что-нибудь есть. Хорошо. Но в этот момент Бенини начинает играть на трубе. Ты слышишь, как по пещере относит такой мерзкий, мерзкий, подтяжный звук, который вообще просто арт-хаусно звучит в этой всей обстановке. Один такой, одна нота, тянущаяся по всему залу. Наверное, ты, Джессика, это видишь, когда читать миг, ты на секунду отвлекаешься, не смотришь на Бенини, который просто у нас прямо вот с нейстов там дует в эту трубу. И когда она замолкает, ты слышишь, как в пещере, там внизу начинается шевеление. И ты видишь, как вокруг тебя коконы, которые запутанные, они тоже начинают шевелиться. И ты видишь, как какая-нибудь запутанная в... запутанный в кокон наполовину разорванный какой-нибудь гепард, он начинает дергаться и шевелить лапами, пытаясь вырваться из своих хаков. Ты этого не веришь, потому что, хотя, ты готовишь для ребятки, по всей пещере начинает видишь кучи мыши, бы дохлый, болтаться в своей паутине. Ты тоже пластика, наверное, ты видишь так или иначе. Давайте сделаем проверку, я читаю. события классные. Ну, тем не менее. Провал. Ой, я что-то не бросил. Харянусь. Да! У меня 8 из 29. Один. Рассудок. Будь добра. 33. Рассудок. Тут я прошел. Тоже один. Новомонт! Что? Аморальное поведение. Опять? Ну, средь 2. Чудо. Чудо. Чудо чудное. Или у тебя получилось 5? Я потерял 5 всего, да? Всего 5 за один день. Так, да. 5. 5 за один день. Это у нас какое безумие? Правильно. Я не помню. А мы теряем время? А? Мы теряем по одному. Ну, нет, подожди. Да, по одному, да. А подожди. Я не спрашиваю. Да, да. Я спрашиваю тебе. А сколько у тебя? Я выкинул 2 просто на кубики. На начало дня. Всего 2. Нет, я не потерял опять за один день. У меня было 23, и я уплыл до 19. Нормально. Хорошо. Я еще на грани просто. Вы видите, как эти товарищи начинают шевелиться, и какие-нибудь даже несколько коконов вы видите рвутся. Ты видишь, вон, 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 ты видишь, как несколько коконов рвутся, и эти мертвые существа, в основном животные, они просто ползут или летят, или как-то пытаются перемещаться в сторону огромного паука. Какая-нибудь ты видишь, какая-нибудь дохлая рысь с порванным лицом, она подползает к лапилу, тлаченачик, впивается, если дневными зубами, прям он в лапу. Таня Регидов, вообще никак. Но они, в принципе, начинают на нее наползать, куча. Пока, так дела обстоят. Джессика? Мое заклинание? Я там про себя, ну, очень тихо, наверное, как-то читаю. Ата Шива Ва, Джессика Дес и так далее. И трачу 8 очков магии. Вообще, здесь папа снова запознает заклинание произносит. Ты держишь книгу, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-блла-бла. да я трачу 8 потом пропишу текст у нас финал и я теряю я сейчас раз суток потеряю конечно я теряю 1 к 6 раз сутка очень джессика минус 5 за раз причем вот так хорошо ли умницы мои устроили мне финал так достойно только но но у меня же все равно работает да да конечно вот тебе нужно прокинуть мощь мощь да вот это поворот какая мощность отлачена чаще скажу нормальная а что кинес штрафный у меня 6 а штрафной кубик 36 а у тебя сколько мощь тело этого существа наполняет ну ладно там написано штрафным кубиком кидать но должно было быть легкие существа наполняться морской водой мешает дышать существу и минус 1 к 8 хп я думаю что брони в его сердце в его легких миска и пускай сработает на и что пускай сработает хрен с ним один на одну очку сейчас подожди сейчас я без него прочитаю ваш значит и потеряла 5 5 рассудка за раз больше надо это временное безумие делать проверку интеллекта провалить умение провалить до смысле у меня читаю у меня супер потому что при провале не осознавался тут же слушать случившегося а так смысл понимаешь все что происходит и поэтому его временное безумие у меня 4 на 10 часов на 9 часов теряй вы добра каста теме от началка 10 моё 9 9 9 это фобия и поздравление арахлофобия сейчас вы делали бы да конечно давай чтобы было красиво кинь каста фобия звуков из трубы я посмотрим что получится и 30 30 мания это фобия 30 есть боязнь датистов вообще ни к силу ни к городу никого боязнь датистов поэтому давай арахнофобия да ну мы будем стать датистом я не люблю а боже а блять это вылезет без зуба а ты знаешь что в пещере может быть стоматологом пиши себе фобии арахнофобии давай ты у тебя потеря 1 5 или более очков рассудка в один игровой день длится до того как не попадет кидая и к 10 вы длится до того как не попадешь у тебя будет 9 часов длится эта штука арахнофобия а нет длительная длится долго остается то есть смотри у тебя приступ арахнофобии будет длится поближайшие 9 часов но на подкорке на руки остается навсегда то есть она особо остро будет происходить сейчас но потом успокоиться и проснется только когда потеряешь счет пункт рассудка когда ты теряешь пункт рассудка у тебя просыпается твоей мани и фобии и всех остальных у тебя сейчас проснулась по сути твоя аморальность 2 это у тебя бессрочная бессрочная у тебя временное получается то есть нет у тебя родиться 9 часов а у тебя остается на походу парк на ходе это сейчас работа девица ближайший по последованию остается у тебя у тебя беспрочное безумие поэтому ты длительная вот это отключается чувак все просто вырубаешь нет ты просто представь себя контролировать теперь тебе контролирую я контролирую я еще четыре часа ты мой сучка четыре я неправильно перевел длительная да сейчас сходит сейчас у нас было запилание джессики ну наверно ты последние свои минуты сознание видишь как этот тварь отхалкиваться водой из легких видимо там не кашляет зерта начать лить лица вода прям потоком густым потоком она хрен с ним теряет к 8 это значит вообще не поможет почему у нее что не работает кидай к 8 а дай мне просто вы не знаете сколько у нее получит на каждый раунд теряет хорошо откашливается начинает плеваться и наверно от этого зрелищество и создание просто просто отмечается и в этот момент ты видишь как марка хватает я за ее жевала с которыми его в лицо в руках жидкость начинает литься марка и мне будешь передать так иначе сейчас кидай я буду эпик делать за марка что я не марка что ты берешь свой мощный кулачок и запихиваешь ей в рот пистолетом аморальность аморальность давай знаешь что давай прокинь меня сейчас что там есть в шкипу быть я могу позволить себе делать что хочу с марку пускай это будет пускай это будет твоя ловкость я буду сейчас чисто характеристик таки я не буду кидать твои самые навыки выводить кидать вы храним может дать и дало но я прошу в таком случае ты видишь как он втыкает в рот и пистолет нажимаем на спусовой курок делать несколько выстрелов у меня оставалось в обойме 5 нет 4 я максимум выставили делаем три урона потому что так иначе в рот попасть несложно три урона три урона один колесик 2 1 4 вы 3 3 10 10 хорошо ты видишь варит несколько таких немного приподнимается кожи места где патроны застряли 3 выходит на вылит и лично дырка образуется не станет но маркова дергивать свою руку и возьмите зубы щелкает прямо возле твоих пальцев давай для красоты она откусывает тебе может быть мысли в пистолет ты видишь как его пистолет ты видишь как пистолет прокусывается указательным пальцем просто отрывается но марка не из твари а еще больше приходя в ярость это собирается в рукопашную забить это получится вы палец вместе с пистолетом проглатывает римарка самое интересное я хотел сделать абсолютно то же самое но в этот момент ходит она и ее жвало все-таки втыкается в твое нежное толстая кельца водичка с нее течет водичка с ней течет она все равно кусает пытая вцепляет делай спас телосложение это просто чудо она ты видишь как она втыкает пытается воткнуть в марку несколько своих жевал она марка может убрать на тебя царапать так или иначе на из ее жевал брыжет яд но марка уворачивается как писта бороться с него в лапах извивается и я не действует на него ты мог бы поспоролить на несколько часов и тогда бы точно с тобой распрощались но у тебя еще есть шанс собственно говоря флоренцо я прибежал уже в лагерь я уже в лагерь вспоминаю лондон думаю как было там классно я хочу искать в этом у меня вообще какие-то топ действий есть я хочу найти что-нибудь в этом лагере в трупах во всех этих ног двигающихся повскрывать может этой самой мачете найти а если там моя идея какая я видел военных я видел фернандо я видел фернандо без глаз значит фернандо скорее всего фернандо и другие военные здесь если здесь есть военные значит есть их нам оружие гранаты или еще что давай удачу ну вдруг повезет а может и не повезет может не повезет ну собственно говоря в обвинение все еще играют на трубе и ты это уже не видишь ты это видишь как куча покойников ползут со всех сторон и ты наверное видишь как оттуда из этой пещеры из общего зала выходит несколько человек судя по всему и они в военной форме у них уже не узнать их тела обглоданные и сушеные просто ходячие скелеты они внедленно идут к этой твари и начинают налипать у них буквально тушены и животные накидываются на нее и собственно говоря покойники сами люди накидываются на этот вальчина это было бы но моменты лишь две не она основывается надо один из покойников предыдущий когда тварь и судя по всему это есть фернандо она бежит к нему она бежит к нему и в этот момент 2 разворачиваться заслышав ее шаги и кидается отпускает тебя кидается на нее пускай будет так надо было тебе помочь десек что ты делаешь я в ужасе замираю на несколько секунд понимая что это грёбаный паук чертова огромный паук застываю на месте на пару секунд после чего наверное слезы стекают по моим щекам и я начинаю пятиться назад и просто растворяться в углу но смотря потому что у меня шоу и я слежу за всем что здесь происходит потому что я просто не могу закрыть глаз или отвернуться но мне очень страшно и я в углу и про прости может но это поел каждый раз не любил он просто урон по каждый раунд 1к 8 каждый раунд я не знаю как он явно я прописала кидает мощь минсалинка 8 каждый раунд может это помочь и мы кубик из-за постоянных убил ну нет нет не проходит поэтому давали к 8 5 5 а с нами за секунду сплевать очередную порцию воды из легких которые уже выходят с кровью или по всему если это можно закрывать края же какая-то черная жидкость из нее уливается но тем не менее она в сторону бенинии идет немножко даже пошатываясь марку ты встаешь и просто неистовстве ты понимал тут написано ограбление ты то есть отключаешься потом приходишь себя понимаю что у тебя что-то украли золи по всему не украли а ты все это растерял поэтому ты скидываешь себе вещи тебе мешают брендрат с этой тварь ты скидываешь себя все свое бандирование оружие убрасываешь в сторону точно откусили с пальцем все что у тебя есть сбрасываешь себя провиси и горенький давай прокинем сейчас вот сейчас прокинь мне за себя свою пускай это будет твой интеллект насколько ты можешь бороться с инстинктами убийцы своего ненормативного я должен пройти нет переборить могу ну давай хорошо только хуже то уже не будет мало ли вдруг повезет что ты просто кидаешься на этот варь разбегаешь отпрыгивает мертвого тушканчик на хребтину это тварь и перехочешь вырвать из нее и не бойтесь вверх а здесь забью на смерть но собственно говоря ты пытаешься в руки огнило сердце ты сидишь на низ сверху тыкаешь бьешь и кулаком в спину поехать и тину защиты 12 но ты видишь дыру когда пробил пистолет у нее в башке и ползешь туда сделаем проверку на болтать и сделаю проверку ловкости против ее ловкости скинет на тебе или нет ой матерь может не кидать но у меня трудный но у меня у меня чрезвычайно поэтому она тебя скидывает так или иначе но у тебя цели есть цель ты заприметил у тебя цели у меня цели пока еще собственно она она обидит бене бене подбегают бежит в ее сторону к сыну своему который подходит наверное даже бене стоп для красоты композиции бене добегая до своего сына который хромая идет в сторону от лач иначе она подбегает обнимают и его и в этот момент лач иначе накидывается на них пищи разрывает их обоих пополам там так без разговоров даже не буду ничего кидать просто красиво собственно говоря но это и отвлекает она накидывается на тело начинает его собственно обсасывать поэтому у вас есть два хода грубо говоря лоренци что ты делаешь ну в первую очередь пока я там рылся в этом лагере мог ли я там найти веревку или еще что-то что ты хочешь? я хочу больше что-нибудь я не хочу снахомить по этому пасту давай внимание хрен с тобой неудача, что тебе больше внимания или удачи? внимания давай внимание то что вы веревка в принципе не такая важная вещь поэтому какую-нибудь знившую веревку можешь найти давай нет он там просто лутает ну хорошо у меня второй ход я хочу вернуться туда к этому самому через мост? да фу, через мост а стоп, нет, к мосту побегаешь ну ты видишь всю эту картину как тварь взрывает бенини на части вместе с каким-то покойником я такой, о нет да, о нет да, о нет и мне не выходит из черта а Джисика? я так же продолжаю наблюдать на это за этим всем, но я не могу пошевелиться я не ничего не могу сделать ничего не могу предпринять я возможно вижу кидайте мощь кидаем мощь давай-ка, 8 8 ох ты ёба твою ты видишь, как она разрывает тело бенини она на секунду позоминает плевают уже какие-то куски органов из себя вылетит из себя из торгая я намеренно пошатываюсь при поднимательных своих оставшихся в силах еще лап эээээ марко прокидывай свой интеллект ну давай в этот раз страшным кубиком потому что ты прям у тебя есть цель ты не видишь препятствий Ну, кстати, даже что с штрафным, я его прохожу. В таком случае тебе хватает мозгов понимать, что ситуация накалилась, поэтому надо валить, и, наверное, ты даешь дёру в сторону... А что там у нас? А ты где? А, ты была там, ты бежишь к Джессике, ты подбегаешь к Джессике, ты видишь Маркл, полуголос подбегает к тебе без вещей совершенно, в темноте. Из темноты выбегает Маркл, ты освещаешь его фонариком, он... Отвечу глаза просто бешеные, он в черные зрачки разжились, как будто под кокаином, просто смотрит во все стороны подбегает. На какую мусочки за ней перебили? На третий. На третий, да. Перед вами мост, это очень надо пересечь. И, собственно говоря, на этом, пожалуй, всё, Маркл. А, у тебя будет действие, так у меня, к сожалению, дальше побежать не можешь. А-а-а, от Лача, она жрёт всё ещё в обвинении, поэтому у неё она пропускает ход. Не буду дополнительные действия за неё делать? Наверное. Пока она отключена, не буду делать ничего, хорошо. Лоренцо. Ты видишь, как на той стороне стоит Ван Монт и Джессика. И слышишь, что тут вот эти все звуки мерзкие. Я вижу, что и Ван Монт, и Джессика в полном неадеквате. А, я аргументирую, почему он от Лача ничего не делал. Потому что покойники, которые ещё шевелятся, они несколько раундов ещё будут перемещаться, они кидаются на неё, в лапы их цепляются и не дают ей сдвинуться с места высыхать. Так, она растерзала уже тело полностью, но сейчас побивается спокойненько. Я вижу, что эти ребята вообще не в адеквате, что Джессика стоит, пялится на эту тварь, что Ван Монт. Она сидит, зажатая в угол. Сидит и зажатая в угол. Я бегу через весь этот самый мост. Ловкость. А меня никто не болеет. Мы сейчас разобьёмся. Ты веревку привязываешь или что? А, ты веревку не нашёл? Я веревку не нашёл. У капитана была веревка, но я чуть не помню. Но капитан там. Ну тогда просто прыгай. Хочу перебросить. Давай. Возможно, я прыгаю, начинаю обваливаться камень. Но я не разворачиваюсь назад, чтобы отпрыгнуть обратно, а пытаюсь дальше прыгнуть вперёд. Давай. Саиска. Давай. Это лопнет, да? Давай, Лоренцо. Ровно 60. Вообще надо меньше, а не равно. Что? Хорошо. Хорошо. Мы всегда играли равно. Разве? Я, кстати, дважды сегодня выкинул скрытность, которая была равна. Я могу учитывать себе две удачи. Меньше. Ладно. Боксинг. Ты просто кинула, я тебе сказал, что должно быть. Да. Я могу дать удачу. Боксинг. Как это было по счёту вам? Сказать. Как? Слово мастера за... Горный Сайга. Лоренцо посказывает по мосту обратно. Не обваливаю его вниз. Ты стоишь возле Джессики. Ван Мондо это с тобой были честны, но я стою не по печенью, не адеквате. Я смотрю на них, хватаю, возможно, Ван Мондо за руку. Хватаю Джессику за руку. Бежим. БЕЖИМ. Ну, я не... я сижу, я не могу пошевелиться. У меня оцепенение. Я хватаю Джессику. Ну, я придумал. Ну, я думаю, я вверху и гиби. Гидарил. Плач. Я хватаю Джессику за руку. Ван Мондо. Беги. Бежим отсюда. И бегу с Джессикой через мост. Вот так вот по рукам. Я по рукам рот сумму вынул. Ловкость со штрафным кубиком. Ловкость. Нам, конечно, штрафным кубиком. Ну, кого вы? Я, ну, продолжаю смотреть на эту тварь. Это у тебя часть магии все-таки? Нет? Не на Лоренцо. На паука. Что, Лоренцо? Что, вы должны заблевать кровью? Ой, да ладно. Все, подумаешь. Перебрасываю. Давай. А это что? Нет. Шалолуна всю пещеру. Он думал, что удачу добавишь. Вот. Нет. Мне не хватит. Хотя. Хотя, да. Э? Да. Я добавлю точно. У меня просто сердце у меня кровью обливается. Да. Хоть эта парочка спасется. 83. Я могу добавить 23 удачи. Я что-то экономил. Экономил. Хорошо, дайте стерку. Дайте стерочку. А, карандашик у меня. Карандаш? Карандашик, да. У меня вот прям все. Руки бража. Хорошо. Лоренцо хватает тебя на руки. Поднимает, наверное, даже не осознаешь этого. Он тебе хватает на руки, поднимает и тащит через мост. Мост поднимет. Просто кусты и пушки разваливается. Но Лоренцо, тем не менее, оступаясь где-то. Может быть, даже падает, закидывает тебя на ту сторону моста. И сам, хватаясь за край моста, поднимается, забирается обратно. Просто на последних соплях. Повезло. 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 Удачу помогла. Твой ход, Джессика. Работает ли еще эта фигня? Работает. Почему нет? Мне нравится. Ну, можете кидать какие-нибудь. Я кидаю. У меня 65. Один. Ха! Ну, это раз на просто сплевывает в сторону что-то. Что-то мерзко. Ну, судя по всему бени, нет. Марко, ты... Проки мне сейчас еще раз интеллект, потому что твое ненормативное поведение, твое маня ненормативная, она просто тебя манит ненормативно надругаться над этим полком. А я прохожу. Красавчик. В таком случае ты бежишь, давай ловкость. Ты бежишь через мост и понимаешь, что в данной ситуации лучше дернуть, и поэтому бежишь через мост. Я вернусь и пору жопу этой мрази. Я добавляю 10 удачек. Хорошо, да, конечно, можешь. Ты пробегаешь по мосту, мост под тобой начинает ломаться, крушиться, но он стоит. И ты перебегаешь на другую сторону. Марко сейчас вместе со всеми здесь, наверное, за мостом. Но наша погоня еще не закончена. Отлачка. Начка. Я прокинул даже сейчас мои возможности, мои силы. Что? Ну, вообще... Вы видите, как он раскидывает покойников, которые на ней висят во все стороны. Покойники удаляются о потолок, разлетаясь на части. Там... Солдат, которые были солдатами, кто-то летит в этот обрыв, который под мостом. Она... Кого может скидывать? Даже не всех. Кто-то остается висеть на ней, ведь они сцепляются в ее... Этот... Охитиновую кожу. Какие-то панцили висят на ней болтаясь. Она разгоняется с криками, с воплями, бежит в сторону моста. Бежит на мост. Мост начинает хрустеть. А я сейчас узнаю. Я сейчас узнаю. Ловкость, отлачки, начки. Мост под ней... Ломается, она... Падает вниз. Вы видите, что она проваливается куда-то вниз со звуком... Падает куда-то на метров, судя 5, вниз. Не так высоко для ее размеров. В dois. И, наверное... Вы слышите это.. БА-ААААουνть.. С криками, вопля Tea С Bey settled. Но она понимает, что она все еще целая. Ло... Ло... Я бегу вместе с этой самой Джессикой. Я бегу нахрен с плитой на ней еще, с плитой металлической. Да, какие вы носки? Крепкий тут парень. Ну, я на самом деле довольно крепенький парень. Сейчас не знаю, насколько я крепенький. О, это прям трудный успех. Хорошо. Вот, то есть я бы вложил все это. Хорошо, ты не перебегаешь в лагерь. Лоренцо выбежал в лагерь. Джессика? Лоренцо с Джессикой. Все, она уже не действует, моя мощная. А там написано, что вы должны ее видеть. Да, ничего не написано. Ты помнишь, как мы писали это? Да. Ну, давай так, покинь мне мощь свою. Что-то твоя магия. Мощь? Если у тебя будет успех, то она будет еще действовать, да? Мощь? Ну, у меня трудный успех. Тогда действуй. Тогда я сделаю проверку. Давай. Один. Да ёпта. Опять бениня полетела. Слышь тебя туда снизу. И, собственно говоря, Марко. Ну че, кинь мне интеллект. Нашел. В таком случае ты понимаешь, что надо бежать и бежать к Лоренцо. В этот момент видите, как сзади, из этой пещеры выбирается, Котлачев. Видишь, как у него с подбородка стекает кровь, с густками прямо за черная жидкость падает на землю, она истерия ползет по пещере уже не так бодро, как вот этого оболзла. Видно, что я очень и очень не очень. Она выползает и приболзает на, собственно, на протиложную сторону. Она на ход от вас? На ход. На ход. Так. Я просто стараюсь вести какую-то летопись. Да, она сейчас на четвертой и вы на пятой. Угу. Давайте. Что вы делаете, товарищ Лоренцо? К выходу? К выходу. Один мой давний, а на самом деле что давний, отец Лоренцо однажды не вовремя развернулся, а в бегущую за ним тварь. Лоренцо такой ошибки не должен. Давай выносливость, у нас бонусная масть. Штатным кубиком. Штатным кубиком. То есть ты все-таки решил убить его? Ну а что нет? Он не так подымался, там довольно много пробежал с Джессикой и плитами руках. Ну да, да, да. Могично, магично. Что поделаешь, против логики не попрешь. Это 89, да? Мне даже удачи не хватит. Не хватит? Нет? Нет. Тогда я перебрасываю. Давай. А она все еще оцепеневшая? Ну да. У нее как будто 9 часов это состояние выглядело. Не то, что она оцепеневшая, а арахнофобия. А сейчас она не видит? Ну почему не видит? Получок вылезет. А, блин, точно. Ну ладно. Получок все еще за вами. Я перебрасываю. Я просто выжимаю последние силы из себя. Кричу. Митовито. Ари видачи. Граци. Граци. Дева Мария. Давай. Давай. Быстрее, блин. Да. Ох. Это еще и трудно успеть. А, ну, будет иметь смысл трудно успеть? Нет, не особо. Все про это. Ты бежишь, просто задыхаясь. Идыхаясь из легких, просто последний, что ты можешь отхаркиваясь даже, ты бежишь к выходу, бежишь Орел пещера, выхода пищи из пещеры, ты бежишь ваши вещи лежат гурьбой, и ты буквально падая, вываливаешься наружу, вороняя, может быть, джессику на пол. И чувствуешь, как сразу ветер, воздух тебе бьет в лицо, кабель даже падает тебе на лицо, но сзади все еще происходит вот эта страшная штука. Марко там. Джессика. Смотрю. Смотри. Ты видишь, смотришь с улицы уже в темноту, смотришь, не проходит. Давай, урон. Вось. Это просто чума. Это вода. Это просто вода. Таивший свет. Снег, вода. Это просто дождь. Происходит следующее. Ах, ну что происходит? Топиши добивание. Я в последний раз смотрю, возможно, в темноту, да, уже практически не видя. По моим глазам также уже почти высыхают слезы. скажем так. И чувствую, сердцем, но на самом деле там происходит примерно это. Эта тварь поднимает свою голову наверх и у нее изо изо рта начинает, словно фонтаном, выбрызгиваться оставшиеся куски легких, воды морской. Вини не обязательно. И командира, который вам пригласил до этого. Который может быть. И да, и последний раз можно было бы сказать, что она смотрит вверх, но не видит ничего, потому что у нее нет глаз. И с нее стекает потихоньку морская вода. Раз, скажи мне, там ноги? Да. Лапы, лапы, ноги. Одна за одной начинает скинаться и она падает. И все. Тело ее рушится. Она оседает, расстанавливается на секунду. Сплевывает морскую воду, падает на один бок. Скаркивает еще что-то и тушь ее падает на землю. Возможно, так она кричала. Но так как она в одном, это мы это, наверное, видим. Да? Уже в одном только. Да, но это все видите. Истохильно. Нахрена я так бежалась, она и так сдохнет. Если бы я с собой управлял, я бы сказал, прощай, Игорь, волну, сраная, говно. Ты, наверное, так и сказал. Почему бы и нет? И ты еще не в себе. Давай это обыграем так. Ты не будешь сколько там часов. Четыре часа не будешь в невменяемом таком состоянии. Какое-то время я сейчас тобой поправляю, потому что это весело. Да, пожалуйста. Но, тем не менее, вы стоите все на выходе, пытаетесь отдышаться, потому что ваша выносливость не божественная. И когда эта тварь падает и запускает последний вздох, вы слышите из джунглей позади вас сотни голосов, которые начинают просто орать. Просто орать неистово. И... вы получите внимание. Ну... Скорее всего, воронец будет кидать, я так думаю. Потому что он более-менее в рассудке, нет? Ну, пускай немножко в рассудке. Я вообще собой не управляю. Я... Я... Я не хочу так бросать. Мне нужно бросить нормально. Я бросаю. Я такой, что? И что я делаю? Я, наверное, там же на небольшом возвышении... Да нахрен. Я подхожу к краю и прислушиваюсь. Не, ну да хорошо давай. Сейчас подойдет в краю. Давай. 95. Не боюсь. Лоренцо подходит в краю и прислушивается. Но под ним в этом у меня вступается камень и начинает падать вниз. Тебе... Ты срываешься, ты начинаешь в ПНГ поступать, начинаешь падать с уступа. Сделай поверку удачу. Нет. Ну, пацаны я тут сразу. Да. Ты срываешься и ты начинаешь падать вниз с уступа в баговом пологе. Ты начинаешь с него катиться. Тебе твое тело начинает ударяться о ветки, о камни, которые уступаются на пути. К 10. 5. Это серьезная рана? Ну, если у тебя половина здоровья снимается сразу. А, нет. Нет, тогда нет. Тебе бьет о несколько какие-то ветки. Ты, может быть, срываешься, прокатившись в какое-то состояние. Ты срываешься на забрывах. Под тобой оказывается пропасть, которая метров на 100 уходит вниз. Потому что мы поднимались по другим путям. Но хрен с ним. Так вот, если ты следовал, ты влетаешь в одной из деревьев. В кровной зоя из деревьев, который находился под нами. И тебя по ветками шмеляет, бьет. И ты по всем этим 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 пролетят падаешь на землю. Пу-ш-ш-ш. как я снимаю тебе здоровья? наверное, подняв глаза, ты видишь, как со всех сторон вдоль джунглей бегут аборигены видишь, как они бегут и орут и, наверное, ты видишь, как эти аборигены бегут в сторону без кустов, валяешься в кустах, видишь, как они бегут в сторону пещеры бегут, орут и видишь, как у них вот здесь разрывается кожа и оттуда вылезают паучьи лапы их организм ломается, спина ломается пополам из этих двух половинок высовывается телец паука и вот эта вот туша человеческое тело остается позади, валяется разорванным пополам а вот эти барахниды, они бегут в сторону пещеры и на этом мы закончим наш сегодняшний эпизод а следующий эпизод наверняка уже будет финальным либо закончится смерть у всех ребят в этих джунглях либо мы все-таки доберемся до самого конца и узнаем всю тайну, смогут ли они спасти человечество или нет ставьте ставки кто они нашли? шансы есть на этом все а все, что все кликнут? а? нет, нет еще не все шо ж, если вам нравится происходящее, ставим обязательно лукас потому что нам это очень сильно помогает если нравится, хочется как-то это прокомментирует то обязательно комментируете а если не хочется, не комментируете живите свою жизнь как вам хочется жить пока вы не стали кормить какой-нибудь талач-нач или вы не превратились к какому-нибудь Лоренцо Сарану ну, я хочу сказать, что это было вполне кинематографично ну, вполне реалистично кинематографично да что? что за звуки? а-а-а-а ну такое же бывает, случается, правильно? ну, вот случается когда себя не перерывают на адреналин, на адреналин, когда всякое бывает да, после этого самого да тем не менее, на сегодня все, Санечка берегите себя и своих близких своих саран да, увидимся в следующий раз покидав вас увидимся в следующий раз